ТССС основатель Рунета. Ну нет, на самом деле. Был одним из активистов, там еще был этот Фидонет, у нас там человек 5 всего-то было. У них все равно командная строка, она там чуть-чуть отличается, но это циска. Чуваки так говорят, подержи мое пиво, все нахер переделали. Свободу интернета в России спасет коррупция, некомпетентность и распиздейство. На ТСПУ, на систему блокировок, Россия тратит примерно 300 миллионов долларов в год. То есть там три бюджета такого города, как Екатеринбург. В Ростелекоме проходит совещание, типа как нам контролировать Ютуб? И кто-то такой встает в руку, а давайте будем пиздить контенту Ютуба. Телеграм заблокировать сложно. Все вот эти зэп-гниды, у всех там телеграм-каналы. Почему-то не модерировать в Телеграме. Ну там еще отношение дуровое к свободе слова. Я знаю, потому что я общаюсь с ним. Все, кто работает в ВК, вы работаете на упырей. Это не нежить, это смерть. Мне показывали интерфейс мента в ВК. Айтишечка надо. Миша или Михаил, как правильно? Как лучше? Михаил, наверное. Михаил лучше, да? Хорошо. Климарев. Климарев. Я, кстати, заметил, что тебя часто называют Климарев. Есть такое. Это тоже история, уходящая корнями вглубьяков. Ну я еще в Екатеринбурге был тоже таким активистом в свое время. И там какой-то канал, телевизионный тогда еще. Вот они меня называли подчеркнуто Климарев. Позиция или что? Ну типа да, там какая-то была. Я уже слушаю, не помню, это уже давно так было. Хотя это уральская фамилия, довольно известная. Как известная, там есть деревня целая, там целая улица Климарева живут. Как, откуда, что фамилия, я пытался выяснить. Я так до сих пор не знаю, откуда эта фамилия. Ну, видимо, Клим что-то, видимо, с этим связано. Да, это, кстати, прикольно. У меня тоже фамилия такая, что во всей Белоруссии там пару человек, но есть одна деревня, где вкладят каждый второй. Вот такая же история была. Климарева, это всего Черемицкая, Свердловская область и Рижевской район. Я в России прям плохо разбираюсь, это где? Это в центре, это восточнее, западнее, выше, ниже? Ну, это Урал, это вот поперек буквально России. Типа Россия, ну, Урал, опорный край державы, вот это все. На границе Европы и Азии. На границе Европы и Азии. Ну, как на границе? Там же нет такой границы. Это же типа вот тут Европа, тут Азия тут началась. Это же, ну, просто географическая просто полоса какая-то, типа разделение логическое. Вот. Короче, это вот, ну, вот этот Демидовский, что называется, Урал, да, где вот эти холмы-горки, пригорки. Горнозаводской его еще называют Урал. Вот город Реж, там были сталелитейные всякие заводы. И, например, из нашего, ну, вот из нашего же, из металла вот этого Режского построена, например, Эфелева башня. Серьезно? Да. Ну, это же, как не, с 19 века, вот, там был такой купец Собакин. И, типа, считалось, что вот там у купца Собакина самый классный металл. Он не ржавеет. И только в 20 веке выяснили, что там месторождение никеля. То есть вот этот металл, он, типа, сплав с никелем, получается. И он действительно не ржавеет. Ну, как не ржавеет? Но ведь у него башня дофига, то он краски каждые 7 лет выливает. Ну, а если бы там был, типа, какой-нибудь, не знаю, Тагит, Тагитский, она бы уже там сам с тем боржет. Город Реж от того, что... Реж, Резать, да. Город Глагол, да. Это прикольно. Тоже там есть объяснение. Ну, как объяснение? Когда смотришь на это все, и ты понимаешь, ну, да, действительно, режь. То есть это речка вытекает, есть озеро. Ну, там же на Урале, там же озера много. Ну, известная история. Потому что горы старые, они разрушаются, образуются всякие. Вот эти вот канавы, котлованы. Была гора, там она разрушилась. Вот. Но сам же, сам город, он не очень старый, насколько я знаю. Ну, вообще на Урале, там, заселение от Урала началось, там, дай бог, в 18-м веке. В 17-м даже. Ну, то есть после Петра. Окей, окей. Вот. Начали, собственно, Демидов-то это начал же заселять. Это 17-й век. Вот. И при Екатерине начали уже там более-менее осваивать. Вот. Ну, поскольку там заводы, завод, кстати, тоже слово уральское. Заводой. Да? Да. Потому что все уральские заводы, они построены... Ну, там же не было... Урок истории. Да. Там же не было этих, ну, всяких там, электричества и такого. Надо было, молотки надо было двигать как-то, да? Молотки, ну, как-то из чугунной сталь делают. Берешь чугун, по нему долго бьешь молотком. Вот. Это, ну, вручную это тяжело. Поэтому какие-то машины придумывали. А какую машину? Мельница. Да. Поэтому он перегораживает речку, получается пруд. И потом, поскольку там такой климат довольно дождливый, это довольно быстро все накапливается, с одной стороны. С другой стороны, у тебя контролируемый, то есть там сброс зависимости от времени года. Почему Реш? Там видно, что вот эта река Реш, она вытекает, и она буквально разрезает, но она у нас так течет, что она буквально режет, как бы вот эти вот горки, пригорки. И это красиво смотрится, прям вот как ножом разрезанное. Интересно с той точки зрения, что резать Реш, оно до сих пор так же звучит. Ну, а как еще? Типа 300 лет прошло, там условно. Слушай, ну, я не знаю. Ничего не изменилось. Вау. Ну, слушай, ну, Вильнюс, Вильна, да, как-то тоже же все равно он остался. Ну, да. Ну, да. В целом, ну, ладно, с Вильнюсом для белорусов это больная тема. Хорошо, давай я тебя попробую представить. Если что-то не так, то ты говори сразу, да? Директор общества защиты интернета, айтишник с большим опытом. Ну, да. Причем не программист, но больше сетевик, насколько я понимаю. Да нет, я и кодить могу. Вот. На самом деле больше менеджер, конечно. Больше менеджер. Последние, там, 20, наверное, лет я больше всего. Последние 20 лет. То есть до этого тоже еще что-то было. Ну, да. Хорошо, про это мы еще поговорим. SEO и пен-генератор. Да. Про него поговорим, про этот проект. Автор канала «За телеком» многие тебя знают. Да. Кратенько про что канал сформировать? Про телеком. Про телеком. Ну, видишь, в телеком понятие растяжимое. Кто-то думает, что телеком – это сим-карты, LTE-сети. В том числе и это. Ну, вообще, это же тема интересная. Мало кто об этом как бы пишет. Ну, в таком ключе все же привыкли, что там, вот у нас есть какое-то устройство, вот телефон, вот мы про телефон рассказываем. Хотя это вот какая-то часть. А там же огромная часть скрыта внутри. Я просто проработал, сколько, 10 лет я проработал менеджером в «Урал-связной форме». Такая компания была. Сейчас это как бы часть Ростелекома. Мы когда объединились, собственно, и уволили меня. Это твоя первая, одна из первых работ была? Ну, не первая, далеко не первая. В линке линии? Вот. Я там дослужился до, господи, там типа директора департамента, что-то вот такое было. Я заведовал продажами крупным клиентам и госом в том числе. И там, не знаю, хорошо это или плохо, вот эту систему, когда Ростелеком, типа, монополизировал вообще все госзакупки, я в этом виноват, я эту систему строил. Так, ну, нет, ну это плохо, если ты в этом виноват. Я в этом виноват, а плохо, но я тогда же не думал, что это плохо. С другой стороны, ты сейчас ее разрушать пытаешься. Да, пытаешься разрушать, ну как бы я тебя построил. Да все такое тоже. Хорошо, давай дальше. И когда я с тобой, когда я знакомился с твоей деятельностью, и вообще с друзьями разговаривал, мне несколько ребят сказали, что ты отец основатель Рунета. Ну нет. Может быть, один из? Ну нет, на самом деле. Но стоял ли твой истоков? Я, да, но это было в Екатеринбурге, это было там тоже в 90-х годах, то есть там какой-то интернет строили, ну строился там какие-то компании, участвовал там в ряде проектов по строительству интернета, там был одним из активистов, там еще был этот Фидонет. Ой, я уже этого не застал. Вот, ну и причем в Реже еще, да, еще в Реже жил, когда вот там у нас там нода была какая-то Режевская, у нас там человек 5 всего-то было, кому это интересно, в принципе. Ну то есть как минимум ты тот человек, который видел, как ты все. Я, по крайней мере, видел. Основателем там я себя назвать не могу, ну там, не знаю, сколько ты там времени сотрудничал с Урал Рилком, такая компания была давно-давно, и потом, по-моему, купил Golden Telecom, а Golden Telecom купил Beeline. Вот, ну вообще вот в комьюнити таком телекоммуникационном, когда сети зарождались только, я там как-то принимал какое-то активное участие, да. Давай немножко буквально про то, как ты жил в Реже. В Реже? В Реже. В Реже. В Реже? В Реже. В Реже. Как ты жил в Реже и как ты попал в Екатеринбург? По карте, в принципе, видно, что это недалеко, и, наверное, у вас... У нас в деревне было так, что все хотели в Минск поехать, но в Беларуси все там хотели. Примерно так же, да, ну там Екатеринбург, естественно. Слушай, я там, я, во-первых, не в самом Реже, я жил в такой поселок Озерный, называется, это еще 20 километров от Режа, буквально деревня, вот, но у нас там был цех, цех Свердловского завода радиоаппаратуры, вот, тогда же интернетов не было, компьютеров не было, ничего такого. Это 90-е, да, где-то? 80-е, 80-е. Это 80-е годы, когда я пацаном еще совсем был, вот, но там у нас был цех, как бы это сказать, утилизации. Короче, представь себе телевизоры, да, которые там со всей округи там собираются, тогда же был дефицит, для того, чтобы тебе получить новый телевизор, тебе надо было талон найти, потому что получить талон, ты должен сдать старый телевизор. Вот, и эти старые телевизоры, их надо было потом куда-то девать. Вот в нашей деревне был цех по утилизации этих телевизоров. Выглядело это так, их так пирамидкой выстраивают, а потом сверху трактор проезжает. А, вот так? Да. Я думал, там разбирают, распаивают. Потом, вначале, потом начали разбирать, вот, я работал, я пацаном совсем еще был, там, 14-15, какое-то время там летом поработал на этом в цехе, разбор выглядел так, конвейер, такая лента конвейерная, на него там ставят телевизор, он по конвейеру едет, ты его забираешь себе на стол, все железное такое. И был молоток, у которого тоже железная ручка, ну, что деревянная, она быстро-быстро выходит из строя, и ты этим расхерачиваешь, короче, да, телевизор молотком, вот, складывая отдельно, там, какие-то медные, там, лампы как-то отдельно их выкладываешь. На другом конце конвейера сидят там тоже пацаны, которые разбирают это по кусочкам, ну, типа, это сюда, это сюда. Ну, это, вы там дома не пробуете телевизор-то молотком? Кинескопы старые, они молотком очень страшно могут. Да, это была очень опасная работа, это правда, то есть на моих глазах там несколько раз эти кинескопы взорвались, когда там неудачно, ну, там, тебе же надо быстро их сделать, развить. Чем больше телевизоров ты разобьешь, тем больше ты заработаешь. Вот, тогда это так выглядело, что уж как там дальше, куда это все шло, я там уже, ну, я не знаю, в силу юного возраста мне это как-то не очень интересовало, а мне интересовало больше потом, когда я понял, мне интересовало, что эти телевизоры, их же можно собирать. Хочешь новый телевизор? Короче, да, у меня бизнес такой был, потом сообразил, у меня такой бизнес был, ну, мужики, там далеко надо было тащить их, я, конечно, пацанам не донес бы их, мужики мне притаскивали телевизор, у меня был сарай, там сарай там, так рядами тоже телевизоры стояли, там из двух, из трех, я там один собирал. Вот. Если сейчас поймут, это же было время радиолюбительства, да? Радиолюбительство, да. То есть, я так понимаю, для пацанят, особенно вот в небольших деревнях, городах, это было прям нормально, что-нибудь спаять, усилок какое-нибудь перепаять, разобрать. Да, ну, не все, конечно, так могли делать, но да, вот. Юный техник? Юный техник. Вот, и я в Свердловск, тогда еще в Свердловск, возил эти телевизоры, там с пацанами, палка вдвоем, вот мы этот телевизор в какую-то там тряпку, короче, заматывали, так тащили. Приедем в Екатеринбург, его там продадим, рублей за 50, по тем временам. Ну, грубо говоря, три телевизора, это средняя зарплата. А таща-то никак не регулировалась? Типа, что ты там возишь телеки, продаешь самосборные, там же не надо было никакие налоги платить, еще что-то, ну, за не те времена. Не те времена, абсолютно. Вот, потом ко мне просто мужики приезжали, уже там договорился, ну, на машинах просто приезжали, я там 3-4 им соберу, машину положат. Вот, я экономил на этом, на транспорте, что называется, на логистике. Расскажи чуть подробнее про Екатеринбург, как туда попадаешь. И вообще вот человек, который в российскую поездку не посвящен, кажется, что, типа, все должны в Москву хотеть, в старом образце Москву. Типа, это столица, вот Москва, Питер на слуху, а тут оказывается, что Екатеринбург тоже достаточно самодостаточный. И я несколько ребят туда встречал, и все в казино говорят, ЕКБ это вот наше все, мы никуда не хотим. То есть это какая-то третья столица, как-то... Ну, слушай, да, это правда, вот, ну, все-таки Россия, это все, ну, там, кто бы смешно звучит, но это империя все равно, да, то есть все, действительно, все, все, все сроки тянутся в Москву рано или поздно, вот, и если ты россиянин, если ты там хочешь что-то сделать, что-то ты к чему-то стремишься, такому, к большому, да, ты оказываешься рано или поздно все равно в Москве. Я так же точно, у меня тоже весь путь, только у меня был путь, ну, наверное, как у тоже у многих, кто родился не в городе, сразу в какой-то деревне, то есть ты из маленькой деревни переезжаешь вначале в соседний город. Вот я из Озернова переехал в Реж, сколько ты времени там прожил, из Режа, ну, там какая-то дорога, ну, то есть ты упираешься в потолок какой-то, ну, там условно те же телевизоры, да, то есть ты там, ну, блин, ты переремонтировал все телевизоры, у меня мастерская потом в итоге была, по ремонту телевизоров, вот, и в итоге как бы переремонтировал все телевизоры, такой, блин, что дальше-то делать, надо же дальше куда-то идти, что-то делать, вот, и ты оказываешься в Екатеринбурге. Но ИКБ это уже Миллионник. ИКБ Миллионник – это большой город, довольно развитый, это торговый центр такой, имеется в виду, что логистический торговый центр. Довольно много образованных людей, университетов, институтов, есть с кем пообщаться. Это Уральский рок, в конце концов, Агата Кристи, Урфинджус, Наутиус, Помпилиус – это же Екатеринбургские группы. Я там тоже был вхож, пацаном бегали. Но я там тоже больше руками делал, всякую аппаратуру настраивал, ремонтировал. И ты рано или поздно все равно оказываешься там. А потом уже, как получается, если у тебя есть какие-то дальнейшие амбиции, тебе надо будет ехать в Москву. Потому что особенно это стало заметно где-то в десятые годы. То есть там все больше и больше. Вот эта вертикаль власти так устраивалась, что там действительно тебе надо было ехать в Москву. Потому что местные какие-то компании были все скуплены. Просто москвичи покупали их просто на корню. Либо переезжали в головной офис, переводили. Ну, например, тоже известная Екатеринбургская компания, СКБ Контур называется. Айтишная компания. Они начинали просто делать бухгалтерию, ну, как типа 1С, только СКБ Контур. Кстати, они с 80-какого-то года компания существует. Вот. Слушай, ладно, не буду врать, не помню. Они очень старая компания. Нет, они на слуху, у них очень хороший дифреал-отдел был. Они, по-моему, одни из самых первых дифреал начали классно делать. Да, потом они вот начали делать эту онлайн-бухгалтерию, сдачу отчетности через интернет. Ну, вот это вот, собственно, вот эта вот уральская компания. Сейчас там у них там свой кампус даже есть. То есть они вот идут по пути вот этих всех больших компаний. Вот. Если бы не вот это все, то, скорее всего, какой-нибудь IPO бы провели. Прямо международного уровня? Да. Ну, потому что они там пытались как-то выходить на международный рынок в том числе. Это единицы, да. Остальные были компании скуплены, и это рано или поздно. Даже СКБ Контур, у них все равно типа офис, потому что был в Москве. Потому что ты, ну, если ты хочешь на Россию, как бы, да, хотя бы. Не говоря уже о международной какой-то экспансии. Тебе надо быть в Москве, потому что логистически просто не выгодно. То есть все так построили, что если ты ходишь расти куда-то дальше местного рынка, тебе в любом случае надо в Москве присутствовать? Да. Ну, окей, окей. Когда ты в Екатеринбург приезжаешь, ты туда переезжаешь для того, чтобы делать свое бюро по созданию телевизоров? Или ты уезжаешь в университет? Ой, нет. Ну, я, во-первых, учиться, да, уехал. Я закончил инженерно-педагогический институт. Это, кстати, тоже интересный пунктик. Инженерно-педагогический институт и специалист по компьютерным наукам. Ну, там называлась-то, как бы, правильно микропроцессорная управляющая техника. Не факультет, а специальность факультета электроэнергетической, специальность микропроцессоры. В ТЭС, короче, там сложно. Это было тоже начало 90-х годов. Вот, там сейчас он называется, раньше назывался Свердловский инженерно-педагогический. Сейчас он как-то по-другому называется. Российский государственный профессионально-педагогический университет. Да, там сейчас больше факультетов. Раньше было только вот, типа, машиностроительный и энергофаг. Сейчас там больше факультетов. Там даже последний раз, когда же было? Лет пять назад, наверное. Проходил там, кто-то знакомый, заходил там больше, там знали какие-то появились другие факультеты. А тогда готовили преподавателей для техникумов. И на предприятиях там была такая система ПТО, профтехобразование. Особенно на предприятиях, на заводах, где там какой-то более-менее хай-тек какой-то делался. Более-менее хай-тек тогда делался где? В оборонке. Вот. И я там проходил как раз, вот наш завод этот, который, где телевизоры разбирали, у него головное предприятие, это, ну, это оборонное предприятие было. Там делали всякие эти приборы, там, ну, именно радиоэлектронные какие-то, да, там, связь. Ну, понятно. Ну, понятно, то есть радар. Радиоэлектронщики. Радиоэлектронщики, да, радары всякие, вот это все как бы строилось, нам делалось. То есть я там даже поработал какое-то время, не так долго, там потом месяца три я там выдержал, потому что там что-то платить совсем перестали. Там, грубо говоря, мне даже на троллейбус не хватало, чтобы доехать до завода. Слушай, ну, в Екатеринбурге же есть и прям технические вузы, прям жестко технические, не педагические. Мне казалось, это интересно. Вот интересно, как ты решил сюда пойти? Вроде ты хороший радиолюбитель, даже не скажешь, профессионал. Все просто. Программирование тогда наверняка еще не на хайпе было, скорее всего. Ну, я уже программировал, я первый компьютер собрал где-то, ну, откровенно, там я уже в институте дособирал, вот, но начал собирать там первый компьютер, я еще вот в школе учился. Ну, я к тому, что, наверное, тогда еще не было понятно, что программирование развьется в какую-то такую большую прибыльную сферу, и радиолюбительство, радиоинженерия, она была больше развита, мне так казалось. Слушай, мне уже тогда, как бы, уже было понятно, уже тогда, что, ну, без этого ничего не будет. То есть ты осознанно уже шел туда? Осознанно. Ну, не потому что, что я там, типа, хочу там много денег, да? Не, понятно. Потому что мне это интересно было. Слушай, ну, уже тогда было понятно, что там, не знаю, зажигание электронное в машинах было, да? Вот какие-то там вещи, тоже все это, ну, ракеты, в конце концов, уже летали, это все уже тоже компьютеры были. Но все равно, это же, это больше радиоэлектроника и электроника, чем программирование. Тогда, да, но тогда это, ну, было модно, да, что это радиоэлектроника, компьютеры, вы, как там, цифровая электроника, она только-только появлялась. Точнее, не так, она во всем мире, это она уже давно была, она в Советском Союзе к этому моменту как раз подходила. Вот, и да, вот микропроцессор, управляющая техника, мне прямо это очень дико нравилось, потому что, ну, там, так смотришь, там, всякие, там, не знаю, диаграммы Корно, там, до сих пор могу, наверное, рассказать про них, там, цифровую электронику, там, высокоимпедансное состояние, что-то так вспомню, даже расскажу. Короче, смысл такой был, что нас готовили вот именно преподаватели для вот этих системы ПТО, профтехобучения, потому что на заводах же это же, ну, это все делалось, строилось, и кто-то должен был готовить кадры для этого. Вот, собственно, а почему педагогика, потому что мне нравилось тоже в том числе это, то есть я, мне всегда нравилось, знаешь, объяснять сложные вещи, там, типа, придешь кому-нибудь, там, как в анекдоте, да, там, три раза объяснил, сам понял, а они не поняли. Вот, и мне нравилось, чтобы люди, ну, как бы, понимали это все. Ну, их просто, вот. Ну, нет, понятно, понятно, понятно. А после университета ты что делаешь? Я какое-то время поработал буквально по специальности, то есть в школе. Преподавал, да? Преподавал, преподавал информатику, математику. Логично. Вернулся в РЕЖ. Я там еще не закончил, выгнали меня, вот, ну, там, 90-е годы, тяжелые. Тяжело было, ну, просто, грубо говоря, там, выбирай, там, либо кушать, либо учиться. Вот, приходилось работать где-то, да, потом вернулся в РЕЖ. Ну, подожди, образование уже бесплатное. Или, типа, что времени не хватает на работу? Ну, да. Окей. Там какой-то, платили какую-то стипендию, которой не хватало на проездной. Буквально, ну, уж надо было там, тем более там, ну, это же начало 90-х. Ну, развал, да, понятно. Это Екатеринбург, начало 90-х. Вот этот, у нас институт находился на Уралмаше, на том самом Уралмаше. Ну, мне сложно представить, что это за времена были. Типа, ты о том, что жесткая... Бандитизм. Бандитизм, да. Да, у нас была общага, и мне, чтобы в институт пройти, надо было пройти... Помнишь, там, ну, не знаете, наверное, не знаете, скорее всего, эту историю. Афганцы были, ну, афганцы, вот, как раз это же вывели их из Афгана, ну, военных, да, вот этих пацанов, вот это, которые, они там все отмороженные. Я с ужасом думаю, что будет, вот, после того, что это все случится, представляешь, там, сколько их будет, их гораздо больше, чем афганцев. Но даже тогда уже они захватили буквально дом, ну, то есть им обещали квартиры, еще в Советском Союзе. Типа, вы отслужите, мы вам квартиры дадим. Квартиры им не дали. Они захватили свежепостроенный дом. Афганцы, именно россияне, которые в Афгане были. Россияне, которые в Афгане служили, они захватили дом, это даже не один, по-моему, там, как это, ну, новопостроенный. Там, по-моему, два дома так друг до дружки стояли. Это улица Таганская, Эльмаш. Вот, вот на этих Таганских, и там, короче, была прямо, вот, прямо битва. Они притащили откуда-то БТР, поставили, огородились, короче, колючкой, ну, все по военной науке, и от бандитов отмахивались. Бандиты хотели выселить, вот, и они буквально отмахивались. И я ходил мимо этого, надо было в институт, на троллейбус денег нет, там, что-то, с пересадкой надо было ехать. Вот, казалось, дорого тогда. И я ходил мимо этих домов, и мне, наверное, там прилетело по башке, вот. Ну, что, просто что проходил? Ну, бандиты мимо шли, они думали, что я, типа, афганец, почему-то ходил. Студент-афганец? Да, студент. Ну, типа, почему, так они поняли. У меня рожа бандитская была, помоложе-то, когда я был. Вот, это я сейчас в очках. Вот, прилетело мне по башке, афганцы увидели, что кого-то бьют, думали, что их своего бьют, они меня отбили. Я потом с ними дружил, ну, как-то так, там, типа, ну, типа, свой. Не, ну, да. Ну, короче, вот такие времена были. Сейчас молодежь вообще не понимает. Сейчас это действительно трудно себе представить, но вот такие времена были, вот. Я боюсь, что они вернутся сейчас в Россию, по крайней мере. Ну, потому что сейчас они приедут, их много, это 100 тысяч рублей. Слушай, ну, сейчас же вроде как век технологий, вроде как это все быстро будет распространяться, и вроде как... А как? Интернет, даже внутренняя сеть, интернет, нет? Или замалчивать будут? Что значит замалчивать? А что ты с ними сделаешь? Ну, тогда это проблема. Тогда была проблема, при тех ментах, ну, там, в съеме, там, несколько сотен человек. То есть там проблема была не потому, что информация медленно распространялась, например, про то, что вот эти ребята захватили дом, потому что просто система прогнившая была? Система прогнившая... Ну, представляешь, ну, стоят их несколько сотен человек, я не знаю, сколько их там было, их несколько сотен человек, они захватили квартиры, просто заехали в квартиры, вот. Их надо с ментами как-то выселять, ну, как-то, да, прийти, как-то их... Они говорят, нет, мы не уедем в наши квартиры. вопрос вот это не вашей квартиры там же мы же не оформили бумаги ну вот оформляйте квартиры наши и как ты че с ними сделаешь с ментами приедешь ну как приедут так и уедут а тогда было еще время когда менты по екатеринбургу они там меньше трех не ходили что их их натурально резали там кладбище целое есть ментов вот и как как и бандитское кладбище бандитских даже несколько там условно там тот же уралмаш это же ну это просто же место но просто район блин все но не верится что это может опять случиться учитывая там сколько сколько силы веков в наших странах как минимум они не будут бандитами а в этой системе действительно хотя ничего не изменится почти хорошо университет бросаешь едешь при учился в школе до потом в там в школе учился говорю преподавал школе бриже потом там что-то совсем тоже перестали платить там просто под просто не было зарплаты никакой я что-то там попытался искать какие-то возможности за для заработка и там случайно попал в инвестиционную компанию то есть покупал продавал ценные бумаги совсем как-то далеко совсем далеко но это тоже тогда было тоже связано с компьютерами ну потому что даже что же через пытались это все организовать там надо было все считать разбираться вот там как раз вот эти увлечения всеми этими компьютерными сетями оно помогло вот и потом изрежаться на бриже бывает мест компания потом мы просто переехали в екатеринбург в какой-то момент и там до 98 года там прекрасно жил хорошо зарабатывал в какой момент ты вкатываешься уже непосредственно и вообще вкатывалась ли ты в айтишку потому что ты спросил айтишку опять же в институте в университете я изучал там микропроцессорная техника то есть я с точки зрения профессионального опыта был момент когда ты работал китай вот начали сайты собственно 98 году делать там 1 98 году уже да я начал сайты делать вот там что-то писал на пхп когда был язык только-только появился он туда был модный интересной на джаве что-то я писал но на на дживися тогда он только-только появился когда еще та ти там все и дом вот это все это было в новинку вот нос носит от обжек модели все понятно только только появилось то есть там вот это все только на 1 раз зарождалась там эта война браузеров это интересно было ходил ругался что там типа вот оставьте уже один интернет-эксплойер, типа не мучайтесь, вот но помню, почему Microsoft ненавидели все, потому что там все... Ой, про это еще поговорим, я насколько понимаю, ты его до сих пор ненавидишь. До сих пор ненавижу, да. Я почему спрашиваю про айтишку, потому что тебя многие видели и в ютубе много, ты выступаешь в около айтишных шоу, но ты там обычно выступаешь как айтишник, там та же точка, ты там представляешь вроде как больше айтишную сторону, с Гришей Букуновым тем же, и у меня до конца картинка не сложилась, ты больше айтишник или ты сетевик или ты, не знаю, может даже с политикой как-то больше связанного, у меня не сложилась картинка, я поэтому и спрашиваю. Да у меня самого не сложилась эта картинка, если бы у меня самого не сложилась. Вижу, сайт ты делал, программировал. Делал, программировал, ну и я и маршрутизаторы могу настраивать, и там... То есть не так хорошо широкого профиля, да, что называется, как этот... Фуллстэк, да? Фуллстэк. Фуллстэк фуллстэков. Да, фуллстэк фуллстэков. Не, на самом деле просто широкий кругозор, я в принципе понимаю, как это работает, но не погружаюсь в детали, потому что если погружаться действительно в детали, крыша-то уедет, ну то есть невозможно одновременно там, вот. В итоге получается, что там вроде как бы неплохой менеджер, как бы получается так айтишно именно. Поскольку кругозор широкий, я там... потом уже, да, вот там после вот этих всех бирж и так далее, там уже в телеком устроился, там еще там период был, но это... не хочу об этом говорить, вот. Когда уже устроился в тот самый Уралсвязинформ, я работал в стратегическом маркетинге тогда называлось, то есть у меня там была задача, чтобы там типа спрогнозировать в какую сторону мы там должны действовать. А тогда это был не простой вопрос, он был очень даже практический, потому что было много технологий, там тот же Wi-Fi он только только появился, например, там все говорили, что там будет типа сеть WiMAX, тогда ходили все бегали с этим WiMAX. WiMAX? WiMAX 800... Края муха, что-то всплыла в голове. Ну вот этот стандарт 802.11 это Wi-Fi, а 802.16 это WiMAX. Прикольно. Это такой типа, ну, радио, ну, для передачи данных, там уже было заключено. Потом все эти разработки, они уже влились там в LTE, вот в 5-го поколения, все эти 5-го поколения, но тогда это как бы вокруг этого все крутилось, там, не знаю, там до сих пор это, как вспомним, мы там спорили, представляешь, вот мы там на уровне генерального директора большой, довольно, компании уральской, там на минуточку у нас там было, ой, не помню цифры, врать не буду, но мы считали абонентов миллионами тогда уже. Солидно. Солидно. Не десятками, но миллионами считали. Все равно. По-моему, там было 4 миллиона у нас было мобильной, это был единственный вот МРК, межрегиональная компания связи, которая там их объединяли из региональных компаний, там был Уралсвязинформ был в Перми, в Екатеринбурге Уралтелеком назывался, в Челябинске Челябинск Связинформ, сейчас вспоминаю, в Кургане, по-моему, электросвязь, там уже не помню, вот, в итоге объединили все это вот на базе Уралсвязинформа, потому что там менеджмент как-то подстарался, но это все принадлежало Связинвесту в свое время, тот самый Связинвест, вот, но офис в итоге открыли в Екатеринбурге, и вот это все называлось как бы большим словом Уралсвязинформ, у нас был мобильный оператор, который назывался Ютел, мы были оператором таким универсальным, по правде универсальным, с мобильным, с большим мобильным бизнесом, естественно, фикса, ну, это голосовая связь, и интернет, и вот по поводу интернета, там как раз было очень много вопросов, типа, в какую сторону двигаться, там, какие технологии развивать, и много споров, это приходилось все изучать, это приходилось, ну, неинтересно было, не просто приходилось, А, что значит много споров было? Типа, сейчас мы живем там в веке, когда оптоволокно тебе кинули, ты знаешь, что у тебя оптоволокно, и DSL, широкий канал, а тогда что было? Ну, это же Россия, там было сотни людей, которые по-своему уже прокладывали Да, 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 во-первых, это по-своему все делали, по-своему как-то пытались сделать, во-вторых, там был Ethernet, как бы, ну, конкурировали с Ethernet. Даже Ethernet, да, это уже еще как Xial выпускали по Doxys, да, Doxys был, ну, вот какую технологию выбирать, то есть это надо было прямо вот сидеть, разбираться, потому что там миллионные, миллиардные. То есть это не было просто, это одна заменяя вторую, более прогрессивная, и все? Они параллельно существовали, ну, условно, DSL, условно, да, DSL и Doxys. Поставить одно, либо произвести второе. Да, то есть существовали сети, довольно развитые были сети кабельного телевидения, ну, тогда вот как бы, ну, там, в больших городах, по крайней мере, в больших тоже, там кабельное телевидение прямо, оно тогда как бы так, прямо процветало, и по кабельному, как Xial можно было давать интернет. То есть кабельное телевидение способствовало развитию сетей интернета? В том числе, да. Ого, прикольно. Ну, технология-то, в принципе, это тот же самый, тебе надо растянуть много кабеля где-то внутри, по домам, да, к этим домам надо было тоже кабель как-то подвести, и вот это все технологии, они там крутились. Там был вот Doxys, который пока Xial распространяется, и по телефонной сети, но тут выбора-то особого не было, что там вот этот DSL, но там были несколько подходов, там был ESDN, например, такой, там мало кто помнит, но он умер. Вот, ну и вот я как раз участвовал вот в этих процессах, когда мы с ESDN принимали решение переход на DX DSL, потому что там был ADSL, не помню, уже там много каких-то было. Слушай, отстраненный вопрос немножко, а почему нельзя было запустить все это по обычной электросети? Это типа технически сложно-невозможно? Вроде как у всех розетки есть, всем проведены провода? Да, но нет, потому что там же есть гальванические развязки в виде трансформаторов, и все это по и оно не работает, оно и сейчас херово работает, если честно. Понятно. Вот, то есть ты можешь там на небольшое расстояние там передавать там внутри квартиры, это все есть, но это, во-первых, дорого, во-вторых, это не так, ну, небезопасно. А сейчас через трансформаторы тоже можно как-то это дело передавать без прямого коннекта? По-моему, нет. Слушай, давненько не брал в руки шашки, но раньше... Очень логичное обоснование трансформатора, нет прямой связи, и все, да, информацию... То есть тебе все равно надо протащить сети, по крайней мере, до дома, вот, и там есть ограничения по расстоянию, плюсом ко всему та культура, с которой делается электрика, это прямо-прямо-прямо, там сколько раз сам видел, да, алюминиевый кабель, к нему медную проволоку прикручивают, это все окисляется, такой, а что пожар-то у нас был действительно, почему у нас пожар. Вот, то есть вот в этой все технологии, когда они проходили, вот я занимался всеми этими штуками, плюсом ко всему там довольно много было по, ну, как бы по отношению с потребителями, там, на полном серьезе рассчитывали, там, цикл, когда люди пользуются интернетом, про, например, про мобильное видео, я там бегал, был главным хейтером мобильного видео. Почему? Потому что... Сети ложатся, ложатся будут или почему? Потому что тогда не были сети, во-первых, готовы, а вот у нас долго не хотели внедрять GPS, вот, я был прямо там бегал, как раз давайте GPS внедрять. Но видео нет, видео зло. Видео тогда просто не хватало сетей. А, окей, ну это даже телефоны еще такие бывшие, типа 360-320. А, да, вспомнил, EDGE, просто после GPS была технология EDGE, у нее там предел, там, 380 километров. Что было, она до сих пор есть, у меня вот прям, нет, сейчас у меня LTE, окей. Ну, там, когда едешь по... Ну, их сейчас выводят буквально из эксплуатации, выводят их, то есть там EDGE сейчас, это редкость там, где найдешь, просто, ну, просто базовых станций и таких уже нет. Они дорогие просто в содержании, относительно всего остального. Ну, словно, у тебя там, ну, относительно дорогие, в смысле, что там количество обслуживаемых абонентов, она получается довольно дорогая, поэтому их просто выводят в эксплуатацию, дешевле поставить, выгоднее поставить. Дешевле, выгоднее поставить уже там более-менее современное оборудование. Вот, и, короче, вот я вот этими всеми вещами занимался, то есть расчеты, там, всякие инвестиционные проекты, там, потом у нас же были большие клиенты, там, всякие нефтяные, металлургические компании. У меня там мой самый большой проект был, это система контроля учета доступа того самого УВЗ, Уралвагонзавод. Там что-то 400 километров периметра только было. Да, 400 километров вот-вот-вот размотанного кабеля. Это огромный, да, не размотанного кабеля, а заборов. А, а, только заборов. Только заборов 400 километров было. Фигеть. Ну, все так там тоже, ну, типа УВЗ, УВЗ, там, ну, типа смешно, хихоньки. Нет, это огромное предприятие промышленно, огромное. Они же, ну, они же правда делают вагоны, они не только танки делают вагоны. Представь себе, тебе нужен склад готовой продукции. А готовая продукция у тебя вагон. Здоровенная вагон. Там огромная площадь. И плюс полигон-старатель. Полигон? Полигон. Это где танки уже испытывают. Ну, то есть они же должны выехать с завода, где-то проехаться, ну, как там любая техника, чтобы там военные же приемку не сделают. Вот я с этими парнями... Слушай, это звучит немножко странно, потому что оборонка сейчас воспринимается как что-то, что работает на устаревших технологиях, в том числе, потому что они, типа, лучше всего работают. А ты говоришь, что ты в этом полуоборонном предприятии сети для... Ну, сети-то нужны же, сети же им нужны. На то время это казалось чем-то конкретно в этом заводе, или это было ок во всех, такая практика была? Ну, у всех, ну, нет, ну, слушай, ну, появляются новые технологии, любое предприятие, будет хоть какое, да, но на эти технологии смотрят и... Такие технологии, он взял этих, кого там росгвардейцев, кто вас там поставил по периметру, пусть стоят, дежурят. Не, ну, так и было, ну, до какого-то момента, да, так и было, вохровцы действительно стояли, вот, но, понимаешь, как бы с вохровцем можно договориться, чтобы что-нибудь унести? Да, все, ясно, человеческий фактор, короче. Да, а со скудом договориться нельзя, ну, его сломать только можно как-то, да, вот, поэтому строили, собственно, скуды, чтобы это воровство, там воровство было какое-то вообще просто в каких-то колоссальных масштабах. Не хочется говорить, что это часть нашего менталитета сплошь и рядом. Ну, там и зарплаты, понимаешь, там одно за другое, ну, мне кажется, да, то есть вот эта вот культура, она же, ну, не от хорошей жизни зла, люди бедные, во-вторых, как бы, ну, украсть получается дешевле, чем заработать, ну, и крадут. Это же как раз после развала, там, сколько-то, пять, семь, десять лет прошло еще, люди помнили, что может быть. Хорошо, то есть таким образом ты вкатываешься в сети, получается, уже серьезно, в роли менеджера, параллельно у тебя технический бэкграунд, я так понимаю, появляется самостоятельно. То есть вот откуда у тебя были компетенции, там, быть тем же стратегическим менеджером развития крупной телеком-компании, когда ты заканчивал педагогически по вычислительным технологиям? Ну, самообразование, конечно, читаешь, я там больше по бизнесу книжек, кстати, читал, чем по технологиям, ну, так, по необходимости было, ну, прям, то есть я до сих пор, я не могу, там, книжку не прочитал за месяц. За месяц книжку, ничего себе? Хотя бы. Читаешь или слушаешь? Читаю, хотя бы, да. Нормально, нормально. На самом деле больше читаю, там, ну, сейчас времени не очень много, и вот, тоже не успеваю нифига, ну, у меня там сейчас купил себе эту планшетку новую, и на ней, слушай, у меня книжек 10, я их в процессе, там, тоже читаю. И все техническое? Ну, можно сказать, вот, там есть, например, про китайский интернет, как развивался, ну, такие книжки, там, ну, в том числе, там, да, что, ну, как бы история развития технологии, тоже интересная вещь, тоже там друг за дружкой тянутся, вот. И, опять же, там, да, что-то по каким-то общественным наукам, как бы, развиваться социология. Да, 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 это интересно, яркий пример. Почему и педагогически-то было, потому что мне было интересно, там, например, условно, социология, что же, это же очень крутая, как бы, штука, когда ты, она связана, в том числе, и с маркетингом, точнее, маркетинг, наверное, и с социологией прошел, или наоборот, они там взяли у себя просто много всего. Что-то на стыке, в любом случае. Да, там же много всяких интересных штук. Ты хорошо, что ты сейчас понимаешь, там, в 30-40 лет мы это понимаем, ну, в университете, когда тебе 16-18 лет, социология, что? Ну, да, тогда такое отношение было, но там, по каким-то предметам не повезло, просто преподаватели интересно рассказывали, по каким-то не повезло. Давай дальше, наверное, пойдем к Озе и к твоим проектам немножко скаканем, но перед тем, как скакануть, я хочу понять, чего ты делал между вот 17-м годом, когда ты попадаешь в общество защиты интернета, именно попадаешь, важно подчеркнуть, мы про это еще поговорим, и вот тем временем, когда ты был менеджером стратегическим, потому что, когда ты в Озе попадаешь, я уже так понимаю, ты уже был человеком с опытом, даже с именем, вот, что за этот промежуток происходит с тобой? Когда Уралсинформ как бы объединили с Ростелекомом, там, ну, там всю нашу команду как бы вынесли, у меня была еще там возможность там куда-то поехать, опять же, в Москву, я не захотел, ну, предлагали, вот, была там возможность там какие-то, как бы тоже корпорации пойти, мне это не хотелось, я хотел попробовать свое что-то сделать, там еще где-то поработал в каких-то компаниях, потом попытались там несколько таких с друзьями стартапов открыть, потом я решил свой делать. Там была идея о том, что, ну, как бы вот дальнейшее развитие, это вот как бы с Уралсинформа еще пошло, дальнейшее развитие, как бы Телекома будет идти, ну, там, по пути условных, как интернет шел, то есть там было тоже все платно, все за деньги, потом все это потихонечку переходило там на какие-то условно-бесплатные модели. Я почему-то думал, что Телекома будет тоже в эту сторону двигаться, и, типа, будет бесплатный доступ в интернет, ну, за просмотр рекламы. Вот, и считал на калькуляторе, у меня получалось, в общем-то, модели бились, идея была такая, что в больших торговых центрах люди приходят, пользуются Wi-Fi, смотрят рекламу. Ну, примерно так оно сейчас работает? Ну, примерно так, ну, тогда-то этого еще модель-то, она только-только зарождалась, ну, вот как раз там начало десятых, ну, там, десятых годов, вот, и, ну, вот, и стартап у меня такой был по поводу вот как раз вот этих сетей условного доступа, так называли, я договорился с Икей, типа, вот, ну, в начале Свердловской, Екатеринбургской, Икеа, их там 12, по-моему, было, потом приехал в Москву, договорился с ними за всеми, типа, вот, в Екатеринбурге построим, посмотрим, как это происходит, и потом, типа, будешь строить. Я на калькуляторе считаю, там, капекс, опексы, там, типа, все вот эти штуки. Нашел прикольное оборудование, которое это решал OpenMesh, тогда это было, там, мало кто знал, вот, ну, я с американцами договорился о том, что вот эти, как бы, приборы, они мне будут поставлять, вот, и там такие инвестиции, там, насчитали, там, приличные, там, под миллион долларов. А можно кратко, как тут сходится экономика? Типа, ты даешь бесплатный доступ к платному интернету, закупаешь платное оборудование. Я закупаю оборудование, покупаю полосу, ну, оптом, понятно, да, строю вот эти сети, вот, и когда пользователь приходит, ну, подключается к сети, ему показывается реклама. Никто же на нее не кликает, или там действительно кликают люди, действительно откладываются? Проверили, то есть мы там пивот сделали, все проверили. Все реально сходится. Именно в торговом центре, им же надо продавать тоже, и покупатели, рекламы это были именно в торговом центре, это, ну, типа, знаешь, как, как это интернет с оффлайном. Вот тогда модная, когда была, типа, история, как связать интернет с оффлайном. У меня была статистика, они там могли анкеты какие-то отвечать, за анкеты могли какие-то, там, знаешь, можно было развивать эту всю историю, какие-то купоны. То есть, а как это выглядело? Человек заходил в интернет, ему показывалась сразу какая-то рекламная страница, и потом... Да, сплэш-страница, да, но прежде чем зайти в интернет... Ну, это как сейчас, это мы знаем. Да-да-да, ну, так это, вот эти, это ходспот называется сейчас, это вот только-только это начиналось, Кэптив Портал. Я там даже поучаствовал в написании стандартов для этого Кэптив Портала, прикольно. Ну, то есть, потом как бы стал на весь, там, сейчас, по-моему, Кэптив Портал 2.0 уже, по-моему, есть, и стандарты, они, по-моему, не, нет, они RFC-шные. По-моему, они ETF-шные, я не помню сейчас. Ну, понятно, международные какие-то стандарты. Международные, да. Вот, и, собственно, вот такая вот идея была, вот, но там, причем все мы уже договора подписали, инвесторы все-таки все довольные, все как бы там договорились, что это как бы хорошая идея, они там тоже какие-то задачи решали, типа вот они инвестируют в эти сети. У них был бизнес по рекламе наружки, они заходят в эту Мегу, ну, Мега, она, это, это недвижка, которая владеет Икеями, и там еще какой-то, у них с одной стороны Икея, с другой стороны, какой-то еще, ну, это по всему миру так у них просто сделано, вот, короче, ну, это огромные, как правило, там, комплексы, там, десятки тысяч квадратных метров, вот, им интересно было тоже, как бы, зайти, то есть, там, через Wi-Fi, они там дальше могли какие-то свои дальнейшие услуги продвигать, это прям интересно, такая коллаборация была прям, то есть, они умели продавать, я умею строить, все хорошо было. Ну, тут приходит, что-то я утром просыпаюсь, мне там вся личка завалена, подписали постановление правительства, номер уже забыл, да и, слушай, дату-то уже не очень хорошо помню, но, по-моему, это где-то вот 11-й, может быть, 12-й год. Тогда, короче, государство обратило внимание, что существует такой интернет-государство, российское, имею в виду, конечно, вот, а началось это с того, что у нас была такая конференция, не началось, конечно, это просто дату хорошо помню, у нас была конференция операторов связи, называлась Кросс, конференция российских операторов связи, Кросс. Проводила это наша Екатеринбургская компания на ГРУ, вот, я с ними сотрудничал тоже, и там, на этом Кроссе, там, частенько выступал со всякими презентациями, ну, там, вот этот опыт... Спикерство. Опыт, нет, Урал-Связинформовский, вот этого стратегического этого маркетинга, ну, я просто, там, какие-то мысли у меня какие-то возникали, я там приходил, рассказывал их на всех, вот. И это было в мае месяце, он обычный Кросс проходил в мае, у нас там, я даже забыл уже, слушай, как называется этот курорт, вот надо же, вот сколько времени... Напишешь в комментариях. Напишешь в комментариях, да. А я там с докладом читаю, тут же новости, там уже, там телефоны уже были какие-то, уже можно было что-то читать, и новости, типа, аудитория Яндекса превысила аудиторию Первого канала. Я выхожу, говорю, вот у нас сейчас новости такие, аудитория Яндекса превысила аудиторию Первого канала, все-таки похлопали. Я такое еще говорю, наверное, сейчас государство заинтересуется, будет более внимательно относиться вообще к интернету. Как сука в воду глядел. Потому что как раз вот там вот один, да, одиннадцатый год, вот, потом появляется вот этот белые ленточки, выборы, это вся вот эта история... Болотная, Ютуб со сливами. Да, болотная, да, болотная, Ютуб. Тогда к Ютубу относились... Тогда про него вообще же никто особо не говорил. Ну, как его смотрели, вот, другое дело, что это, ну, просто можно было ссылку, да, это был там модный еще живой журнал, еще был там Фейсбук только-только появился. Ну, то есть он не был каким-то монополистом, монополистом. Монополистом он вообще не был. Монополистом он был, да, просто типа видеохудия хостинга, вот, но тем не менее, как бы, да, на интернет было обращено внимание, и тогда же появился вот этот 149 ФСЗ в России, это закон о блокировках, о том, что блокировки тогда могут как-то быть, вот, я тоже наблюдал это все со стороны, у меня там куча знакомых было, в том числе Минсвязи, просто там, ну, как бы, общались, когда еще там в Уралсинформе работала, когда там еще там раньше, еще там как-то общались, короче, мне там более-менее какие-то знакомые были, опять же, с журналистами я как-то общался, с айтишными журналистами, вот, а я на Наге, собственно, на сайте Нага писал всякие статьи такие вот заковыристые, а у меня даже, слушай, а какая-то была награда типа айти-журналиста, хотя я такой... У тебя в Линкедыне, по-моему, висит... Да, да, да. Там 403 выбивается, пытался посчитать, сейчас за мной. Да. Обнови ссылку. Обновлю, да, но там, слушай, она, наверное, просто умерла, там где-то ушло, какая-то премия была, там, типа, айти-журналист. Я такой еще вышел, говорю, вот, спасибо, никогда не было ни журналистов, но спасибо. Ну, интересно было. Ну, как интересно, опять же, надо же тут что-то делать было, какие-то вещи творить. Вот, а к чему? И вот, короче, тогда, вот я, во-первых, попал вот на это постановление правительства о том, что... Нужна обязательная идентификация пользователей. А это уже вот тогда ввели закон. Да, вот первый закон, да, ну, по поводу вот регулирования как раз интернета, о том, что в Wi-Fi сетях, в публичных Wi-Fi сетях требуется обязательная идентификация пользователей по паспорту. Как это сделать, никто ничего не понимал, постановление правительства было, как его исполнять, никто не знает. Но я такой прихожу, ну, как бы, к инвесторам, к своим, говорю, такая херня, что с этим делать, я говорю, я не знаю. Ну, потому что, если это будет идентификация, мы взяли там быстренько, нам тоже на коленке провели пивот, и когда там нужно было какие-то пароли вводить, там, смс-ку какую-то отправлять, число подключившихся падает в 10 раз. Ну, то есть, условно, если там открытая сеть ко мне подключается, просто... Ну, понятно, больше шагов для того, чтобы... Да, просто посмотреть рекламу, они просто открывают ее, видят эту рекламу, и, как бы, ну, там, счетчики же все есть, как бы, там, условно, я там, 30 тысяч примерно в сутки проходимость у Икеи, ну, это вот я все мог посчитать, кстати, они до сих пор сами не могут посчитать, я мог. Примерно 30 тысяч проходимость было, и у меня там в среднем, когда не было никаких, ну, никакой это, у меня там было 3-4 тысячи посетителей на этом сайте. Они, причем, не раз и не два, как бы, да, прокручивали, 3 тысячи, это вполне себе по тем временам приличный медиапроект. Да-да-да, понятно, почему складилось экономику. Да, когда я, как бы, в 10 раз падаю, то у меня получается, там, 300. Тректориста. Да. Вот, а при этом расходы растут, то есть мне же надо еще эти эсэмэски как-то отправлять, как-то еще, попробовали сделать через госуслуги, там, есть такое у нас, там, госуслуги, ESEA называется, единая система идентификации, идентификации, вот это можно было, у них выяснилось, что у них там аптайм 70%, ну, то есть она в сутки работает. Это как, это типа, она, она что-то включили, чтобы произвести технические обслуживания? Ну, типа того, да. Окей. Короче, она у них постоянно лежала, не работала и вообще, как бы, ну, очень плохо работала, просто тупо работала, просто не работала, сейчас, не знаю, может, сейчас лучше, вот, но тогда она просто не работала, вот, и там, ну, там совсем сложно было, там надо пароль, к этому, а там еще мало у кого госуслуги были. Это не то, что сейчас, да? Не то, что сейчас, сейчас-то тоже, ну, это тоже отдельная история, наверное, можно об этом тоже поговорить. Так вот, я прихожу к инвесторам-то, как бы, ну, типа, чуваки, ну, мы просто вот обосремся. Такие сели, посчитали, короче, закрыли проект. Я решил дальше просто пилить вот эту систему с условного доступа, ну, то есть там какие-то вещи, там, прикручивая все эти вещи на ходу, вот, там, какие-то деньги у меня свои были, каких-то денег еще там нашел инвестор. Экономик, это точно уже не сходит со смыслом. Да, но ты это решил, что это можно сделать, из этого можно делать сервис, то есть ты приходишь, там, ну, там, как, вот, где мы находимся, мы Магуру, да, и вам к Wi-Fi нужно подключиться, можно просто, просто открыто дать, да, а можно все равно как-то воспользоваться этим всем, там, никому не попало не давать, чтобы там, ну, просто не, ну, не воровали Wi-Fi. Да, понятно, понятно. Не забивали, да, как бы, ценный ресурс, ну, ограниченный ресурс, не ценный, а ограниченный ресурс. И типа вот система условного доступа, это на предприятиях удобно, да, когда там, вот у тебя пользователь, человек уволили, ты его выкинул, ну, такие всякие вещи, они там, в принципе, есть, вот, но там, Циско купил тогда в свое время такую компанию Miraki, называлась, вот она примерно то же самое дело, что и я. Ну, как, как айтишнику сложно представить, потому что в айтишных компаниях этим обычно безопасники свои занимаются. Ну, это же, нет, подожди, да, ну, это же, ну, это же, ну, это же как айти-система, ее же тоже программировать надо. Ну, да. Вот, собственно, кто-то же программировал, тут же Miraki, и, вот, я примерно создавал такие штуки. Вокруг этого сдалось, там, довольно много всяких интересных вещей появилось, например, сейчас это, как бы, тоже уже она считается, типа, ну, как само собой разумеющееся, тогда это было новое слово, Software Defined Network. CDN первое. CDN, да, SDN. SDN, да, SDN. Вот, ну, то есть управление, ну, как ты к сети подходишь, как к программному обеспечению. Там довольно много всяких кейсов было, ну, например, ну, у тебя много этих Wi-Fi маршрутизаторов каких-то, много, много, это, там, сотни тысяч по всему миру, допустим, разбросаны, и тебе нужна система, как ими управлять. У операторов связи тоже есть интерес определенный, да, то есть у них очень много приборов, которые у абонентов стоят, эти вот маршрутизаторы, которые, и на них тоже, там, прошивочку, там, надо менять, надо менять, как это сделать. Это, ну, кажется, что там, типа, фигня какая, скачалась, прошивку, нет, это не так работает. Там, как-то управлять этими вещами. Понятно, отказывал устойчивость. Сейчас, да, отказывал, там, это не только отказывал устойчивость, это еще и к пользовательскому опыту, да, отношение прямое имеет, что там у тебя работает, не работает, что там ты можешь, ну, у тебя оператор может, там, в режиме реального времени зайти на твой маршрутизатор, поправить там что-то. У него можно, там, через сайт обычный микротик стоит, и этим микротиком управляют, тогда же не было этого ничего. То есть это вот все создавалось. Вот я был один из людей, кто эту идею двигал, кто, там, продумывал какие-то эти, писал кучу статей, у меня там несколько сотен, наверное, статей на эту тему, в том числе на английском языке. Прямо статей-статей, практические статьи. Да, тогда такая идея сама, там, я помню, телегуру, ну, вот, кто, операторы связи, там, типа, да ну нафиг, маршрутизатором управлять через веб-интерфейс. Такие, да я в жизни не возьму, что это такое вообще. Ну, тогда же, наверное, маршрутизаторы тупенькие были, то есть просто было непонятно, как это делать, когда там маршрутизатор фиг подконнектишься, он просто не потянет. Плюсом ко всему, там, разная система команд. Если у тебя, допустим, сервер стоит, тебе надо управлять этим маршрутизатором, маршрутизатор у тебя зоопарк, каждый во что угоден, во что попало, там, у домашних маршрутизаторов, там, от OpenWRT и их, там, хреново гора форков, там, я даже там сейчас, там, томейта там какой-то был, там еще чего-то. Да, понятно, дофигища их, там, миллиарды. И они там какие-то новые команды постоянно что-то вводят, еще что-то. Микротик – это отдельная вообще, как бы, штука, там, кто этот микротик делал? Серьезно? Просто микротик, у меня микротики остаются одними из самых крутых сейчас производителей, последние лет пять, наверное, для консюмеров. Для консюмеров, да. У них же своя операционная система, роутер ОС, вот, и она немножечко отличается от тех операционных систем, к которым мы привыкли, ну, там… То есть это боль. Это боль, да, то есть ЦИСКО, ну, как бы, да, законодатель мод, и все там, вот это, АИОС, это ЦИСКО операционная система, и вот все там пытались, как бы, ну, ну, как бы под нее делать, как бы, стандарт де-факто. Ты, там, получил какой-нибудь, там, самое, там, CCNP какой-нибудь, да, там, первый получил, ты на ЦИСКО учился, и, в общем-то, вот, сетевая академия, это была ЦИСКО, и потом оттуда, там, и там уже все эти джуниперы, кто там есть, экстримы, у них все равно командная строка, она там чуть-чуть отличается, но это ЦИСКО. Ну, как бы, идея такая, да, что там, как-то интерфейсы прописаны, все, у микротека они, там, чуваки, так, говорят, подержи мое пиво, все нахер переделали, все, все последнее. Это же странно, типа, насколько они были уверены в том, что у них будет классный продукт, что они взяли и все, это же литовская, это же литовская компания, нет, там немножко не так было, там, ну, как бы, трек другой немножко был, они были, делали, как бы, были операторами, ну, такими вот домашними тоже, буквально, вот, точно так же тянули провода, там, тоже в начале 2000-х годов, и потом они, ну, эти маршрутизаторы были дорогие. То есть микротеки были сначала операторами? Да. И потом они только в хардвое пошли? Да. Они, ну, у них, это в России тоже несколько компаний таких есть, сейчас тоже расскажу о них. Вот, они начали делать свои маршрутизаторы просто на письюках, ну, то есть там несколько сетевых карточек поставили, и вот там операционная система, которая разруливает пакетиками, и вот эту логику, как эти пакетики, ну, как, ну, там, таблицы маршрутизации, как делать, как там эти фабрики, как они должны быть устроены и так далее. Вот они вначале на письюках это все делали, буквально, и вот роутер, роз они там, собственно, сделали. Потом прикрутили, как бы, ну, мипс какой-то они там взяли, как бы камушек, сделали это вот уже как бы как отдельное устройство, но тоже вот с этим, с этой операционной системой, и она там, она не то, что в корне отличается, но она сильно логически отличается от тех операционных систем, к которым привыкли там сетевики. Потом еще пришли, там еще Делинк такую же, как бы хрень сделали свою, вот, там тоже у них там вот это управление всеми этими, как бы кто куда гораст. Вот, это надо было как-то, вот этот зоопарк надо было как-то прибирать, и там тоже много всяких решений было, там NetConf такие была такая, по-моему, у них RFC у них есть, там несколько даже RFC, ну, NetConfiguration, типа конфигурация всех этих устройств. Вот, и там много всяких, OneCup еще было. Вот сейчас я тоже уже не вспомню, уже давненько прошло, давненько я в руки шашки не брал, название не помню, и там сейчас наверняка уже много чего поменялось. — Ты, короче, занимался, собственно, выстраиванием всего этого зоопарка? — Ну, попытался, пытался, да. — Какие-то удобные сетевые решения? — Пытался, да. Каких-то работал в рабочих группах опенсорсных, буквально кодился, делал там какие-то эти интерфейсы, как-то прописывал таблицы. Там же, ну, как ты сам знаешь, да, что у программирования там довольно много всяких вещей, которые надо там вначале нарисовать, но там условно кажется, что вот вроде вы там взяли вот эту таблицу цветов, но эту таблицу цветов же кто-то был должен сделать. Ну, условно, да, ну, как фронтендера, да, говорю там, вот у тебя есть там название там Red Blue, там ЦАН и так далее, но вот эти все цвета, их же должны кто-то был подобрать их, как-то сделать, да, вот эту первоначальную работу вот как бы я пытался делать в свое время. — Слушай, я в одном из интервью слышал, сейчас устранен тоже вопрос, но в конве, ты про межсети рассказывал? — Да, это отдельная история была, ну, с межсетями, это вот как раз Open Mesh, собственно, оборудование, которое я выбрал для этих, для Ikea, вот они, собственно, и делали эти все вещи, а я там тоже что-то контрибутил в них, там тоже что-то делал, разбирался с математикой, потом дико интересно, вот. Да, это вот как бы ты выстраиваешь маршрутизаторы, просто их разбрасываешь, как бы поэтому, да, и там программное обеспечение, но как бы там через какое-то время оно тебе конфигурит сеть. — Само? — Само, то есть ты их не подключаешь, у него два канала, ну, у маршрутизатора два канала, вот, один на прием, один типа на раздачу, вот они там между собой договариваются, устраивают, ну, межмаршрутизаторные какие-то линки, ну, то есть по Wi-Fi друг к дружкам общаются, вот, и с другим типа раздают, и вот это все. — Похоже на какую-то роевую систему прям. — Да-да-да, ну, это примерно оно и есть. — Я еще спросил тысячи три года назад, в одном из интервью сказал, что развитие марш-сетей — это пыль. — Это умная пыль, да. — Умная пыль. Я такой, что за концепция? Можешь пару слов, просто не слышал никогда. — Smart Dust. Ой, слушай, это интересная тоже штука. — Это же не роутеры, которые размером с пылинки, которые были? — Да, роутеры размером с пылинку, да. — Серьезно? — Серьезно. — Это же вообще фантастика, кажется. — Ну, сейчас, да, слушай, фантастика. Вот в 90-х годах было фантастика, что у тебя компьютер там, да, с гигагерцами частоты у тебя будет лежать в кармане. — Не, ну ладно, расскажи мне о том, что концепция, может, я не так понимаю. — Да, ну, как бы, типа умная пыль — это какие-то датчики, да, и там, возможно, с какими-то исполнительными устройствами, которые там довольно стандартные, довольно дешевые, вот, которых ты можешь вот буквально как грязь разбрасывать по пространству. — Но пыль тут потому, что просто мелкие. — Ну, просто мелкие, да. — То есть ты не так же в воздух запустили, ты им еще и дышишь. — Не, ну не до такой степени. — На стенке раздрестали. — Есть... Слушай, я забыл, кто автор. Кто-то из знаменитых фантастических писателей, потому что у меня есть фамилия какая-то, это... Станислав Лем. Все. Называется «Непобедимый». Вот рекомендую, почитайте, интересная книжка. Там идея такая, что были созданы такие роботы, в военном смысле, да, они для войны были прямо созданы, которые там, ну, величиной там с блоху, условно. И эти вот роботы, они между собой объединяются в сеть какую-то, и они могут как-то конфигурировать там любые, ну, как бы устраивать между собой любые конфигурации. Но самая простая, это типа облако, вот, и хана сама по себе, эта блоха тебе ничего не сделает, но когда их там целое облако, они там могли там генерировать, ну, вот в книжке там было, типа, по-моему, электромагнитные какие-то поля, достаточно мощные, так, чтобы у тебя там, типа, весь мозг высасывать. — Ох. — Ну, что-то там такое. Ну, типа, она были созданы именно в военных целях, в том смысле, что... А что ты с ними сделаешь, да? Как ты стрелять из пушки по ним будешь? Ну, вот ты убьешь там, условно, с десяток этих блох. — Палить можно. — А? — Палить можно маску с какой-то пушкой, которая никому не нужна. — Не, понятно. — Они расползлись, условно, тебе надо там всю-всю пустыню, да, а когда нужно, они собираются. — Ну, то есть концепция умной пыли, это действительно какая-то концепция, которая рассматривается серьезно. — Да. И вот это, собственно, меш-сеть, это когда каждое устройство может общаться с каждым другим устройством и организовывать сюда сеть, вот, она довольно интересная. Другое дело, что там есть математическое препятствие, да, вот организация такой штуки, причем это математическая задача, там она задача тысячелетия, по-моему, это называется. — Типографы, как милая жора, вот это все, посчитывание оптимальных. — Да, только она называется типа соответствия классов N и NP. — Да, да. — Ее в прошлом, да, равенство N и NP, да, в прошлом году вроде как бы ее решили, эту задачу, вот, и решили ее в том, что нет, у них нет... — Нет решения. — Нет решения. Вот, ну, как бы доказано. Соответственно, эти все, ну, чисто математически, эти сети существовать не могут. — Ну, в оптимальной реализации, скажем. — Оптимальной реализации. Ну, не в оптимальной реализации вообще. Ну, то есть там получается, ну, нелинейный рост необходимых вычислений, которые там с каждым добавленным элементом добавляют там гораздо больше, чем необходимости вычислительных ресурсов, чем это. Но в каких-то там небольших моделях это, тем не менее, может работать. Плохо работает в динамических системах, более-менее в статистических, в статических. — Поработал ты, значит, с программно-вычисляемыми сетями, после того, как в торговом центре делали вот эти вот все Wi-Fi бесплатные с рекламой. И что дальше? До 17-го года. — Вот ты занимаешься компанией. — У меня была консалтинговая практика. Ну, операторы связи просто заказывали. У меня какие-то там... — Консалтинг. — Ну, задачи. Там приехать, посмотреть, типа, где у меня проблемы есть. Ну, самое такое распространенное было. Посмотреть что-то там с экономикой, что-то не так было. Там с бухгалтерией буквально разбирался. Ну, типа, вот у тебя тут много тратишь здесь, да, и у тебя недостаточно, там, допустим, профинансированы какие-то другие вещи, там, сплансированные показатели, вот это все считал. Вот. Ездил там тоже по всей стране. Просто приезжаешь к оператору, и там с ними сидишь, разбираешься. Некоторые хорошо платили, некоторые меньше платили. Ну, как-то там жил, в общем-то, как-то выживал. Не сказать, что там хорошо. Вот. Вот я сейчас могу ошибиться в датах. По-моему, в 16-м году как раз начали принимать вот этот пакет яровой. — Да, еще немножко про него поговорим. — Ну, это, нет, это как бы связанные вещи, потому что я тогда выступил впервые, выступил как раз активистом. То есть я помню, как у меня бизнес, фактически мне не дали создать бизнес. Ну, то есть я, получилось так, что я вот как бы, ну, случайным образом, да, что вот эта вся история по поводу того, что айтишник, как бы, инженеры не должны заниматься политикой, я как раз попал. То есть у меня постоянно прилетала политическая херня, которая как бы все мои планы как бы, ну, множила на ноль. Вот. И следующим был, собственно, вот этот пакет яровой. — Как он тебе помешал? Пакет яровой — это... — Ну, у меня, у меня мои клиенты — это операторы связи. И понятно, что это не крупные операторы связи, а чаще мелкие. Вот моя кормовая база, они мне платили. А пакет яровой, я сижу, считаю на калькуляторе, все, у меня не сходится. Это именно для уничтожения мелких операторов связи. — Можешь чуть объяснить, что за пакет яровой, не все будут знать? — Ага, давай. Пакет яровой — это... Он почему пакет? Потому что там было несколько законов, принято в... ну, как бы в одном законопроекте. Точнее не так, где там предполагалось изменение массы законов. Вообще-то в российской практике, практике, ну, типа законодательства, такое запрещено. — Пакетное принятие, да? — Пакетное принятие. Вообще-то запрещено. Ну, им похер. То есть о том, что там, ну, типа, вот у нас что-то неправильно с государством, вот стало... Я лично понял, что это вот в шестнадцатом году. Да, пакет яровой — это шестнадцатый год, да, прием. А до этого, ну, типа, ну, что-то вот там происходит, там какие-то, видимо, движухи, и там все казалось, что это вот, ну, типа, кто-то пролоббировал. Ну, тот же вот это постановление правительства по поводу паспорта, то, что с блокировки. Ну, типа, тоже понятно. Такие вот они там хотят блокировать, потому что, ну, там действительно, вроде что-то как-то вот... — Не, ну, тогда казалось, что просто интернет развивается, и как бы это логичное развитие. Государство начало его регулировать. Ну, по паспорту, паспорту. Яровой, что в этом пакете было такого жесткого? Чего? А он подразумевал, что операторы связи должны хранить трафик. Весь трафик, весь трафик, который через них проходит, с целью, чтобы потом, ну, типа, когда там понадобятся этим... Понятно. ...силовикам, вот, они могли туда залезть и там как бы уже там, типа, задним числом посмотреть. Ну, это же звездец. Ну, типа, даже на то время, понятно, что объемы трафиков такие, что там надо целый концерт покупать. Ну, вот я и пытался, я вначале пытался по-честному доказать, что, ну, это вот, это как матрешки, да, то есть это попытка большую матрешку засунуть в маленькую. Ну, да. То есть это, ну, как бы, сохранить тоже не просто весь интернет, а сохранить все, что передается по этому интернету. Это весь интернет в каждый момент времени? В каждый момент времени. Ну, там, они там еще сидели, спорили, типа, три месяца, там, полгода. Слушай... Ну, это хоть три месяца, ну, это просто глупо. А нафига? Ну, типа, ты просто сохраняешь трафик, тебе же потом еще с этим трафиком разобраться надо. Ну, это же бессмысленно, особенно, если это какие-нибудь ТПСы, которые тогда уже были, типа, что, куда, зачем? Вот кто бы знал. Вот. Ну, понятно. Нет, потом-то, как бы, ну, там, пытались понять, как бы, для чего все это. Я там ходил, пытался объяснять, что про эту матрешку, что-то невозможно, что это практическое, практического смысла никакого нет. Пытался доказать. Как тогда оказалось? Мы еще дальше говорим про практическое. Вот. И тогда я, как бы, организовал, там у нас была такая штука, РОИ называется. РОИ? РОИ. Российская общественная инициатива. Что-то, как-то так было. Это петиции, подача петиции через интернет. Было тогда открытое правительство, там, прям такой у нас термин был, открытое правительство, там был какой-то министр открытого правительства, он сейчас сидит. Абызов фамилия? Абызов? Михаил Абызов, да, сейчас сидит. Вот. И он, как бы, у него там задача была, что вот, типа, если там сто тысяч граждан наберут подписей, квалифицированных подписей, то есть как раз вот те самые госуслуги. Это легитимный способ влияния на... Да. На принятие... На принятие конституции, по-моему, еще. На принятие решения, да. И, типа, открытое правительство должно будет разобрать эту, как бы, петицию и, там, по нему какое-то там принять решение. Ну, например, по какому-то законопроекту еще почему-то. Вот. Первую петицию... Вот сто тысяч пользователей там было, надо было собрать. Первую собрал Алексей Навальный по поводу «А давайте мы, типа, запретим закупки иностранных автомобилей чиновникам». А. О. Он их собирал полгода. Собирал эту петицию сто тысяч. Ну, может, не полгода, но долго. Можно мне для понимания немножко закинуть Навальный на то время? Он уже был активным политиком с другой стороны? Ну, он был... Ну, в смысле, оппозиционным. Оппозиционным политиком, да. Ну, он почти всегда был, он уже, ну, как бы, считался политиком в том смысле, что, ну, политика... Что такое политика вообще, да? Вот там все думают, что политика — это вот говорили мне с этими, со всеми этим. Нет, политика — это принятие решения. Это вопрос о принятии решения. Понятно, понятно. Вот. И, соответственно, ну, как бы изменение каких-то вещей, которые тебе нравятся или не нравятся, методом, ну, простых переговоров. То есть я предлагаю такую-то идею, я ее объясняю, эту идею, там, простыми словами. Вот ты сейчас говоришь про активизм. То есть на то время Навальный воспринимался как активист, или у него были уже какие-то политические формирования? Про Навального мы сейчас говорим не потому, что мы сейчас будем про Навального все время говорить, потому что там еще дальше с Ози будет небольшая подвязка. Кроссовер, да, это называется? Слушай, я с Алексеем знаком, по-моему, с 12-го года лично. Он тогда еще был типа блог, ну, просто блогером в ЖЖ. Вот. И мы как-то с ним на какой-то пересеклись в Москве. Я в Москву приезжал на какую-то вот там, какую-то тусу. Я уже, убей, не помню, чего, но это какая-то туса была, там что-то типа дебатов. Вот. И как-то, как там там, ну, так, познакомились. Типа, привет, привет. Вот. Ну, то есть я как-то за ним следил, читал его, и вообще, ну, как бы, мне как бы казалось, что, ну, в общем-то, он говорит правильно говорит, правильно вещи. Но я не участвовал в этих во всех еще процессах, то есть там я не лез, там, как ты говоришь, политику, да. Ну, вот, ну, меня бесило то, что, да, вот то, что, ну, блин, они же принимают абсолютно дурацкий закон. Да, понятно. они в какой-то момент, итальянцы, заметили, что к ним перестали приезжать туристы. Они все ехали в Испанию, потому что в Испании был более качественный интернет. Неочевидно. Казалось бы, да, но вот они там провели какие-то исследования, почему, типа, вы поехали, там, вопросы какие-то проводили, почему вы поехали в Испанию, а не в Италию? Ну, потому что в Италии интернет-херое, потому что там мне работать надо, ну, там, не постоянно, ну, вот мне надо где-то там выйти, ну, УБУ достать. Но на этом мы отвлеклись. Я пытаюсь понять завязку. Мы начали говорить про пакет Яровой, и ты сказал, что все начиналось с того, как Навальный начал делать петиции за то, что машины запретили закупать государственникам. Я к чему говорю? Я запилил такую же петицию. У меня был знакомец, тоже, как бы, знакомый, Илья Масух, вот он, собственно, вел вот этот проект РОИ. Он был, ну, руководителем в нем был, он долгое время работал в IBM, и мы там на каких-то конференциях с ним пересекались, ну, как бы тоже знакомый. Я ему написал, Илья, говорю, такая фигня, вот я отправил петицию, но ее не публикуют, ее там что-то три недели, а не три недели, там неделю типа мурыжат, обязанные там, не ответить там в течение какого-то срока. Он говорит, типа таких петиции запилили много. Я говорю, ну, ты хоть какую-то тогда опубликуй, это же, ну, как бы, ну, ты для этого и нужен, да, чтобы решать какие-то вещи. А у нас типа, вот, типа, политически там нам не разрешают. В смысле не разрешают? Что значит политически не разрешают? Короче, в итоге мне удалось его допинать, и он открыл петицию. Ну, в смысле, опубликовал ее, да, чтобы там за нее можно было голосовать. Я объясняюсь, а закупки машин для государственных чиновников это политическое? Это политическое, но это было не про закупки, это было против пакета яровой. Я к чему вел-то, как бы, то, что у Алексея ее собирал эту петицию там несколько месяцев. Петиция против пакета яровой набралась за неделю. То есть 100 тысяч человек. 100 тысяч человек проголосовали против этой, ну, против пакета яровой, подписали в петицию 100 тысяч человек за неделю. А почему, как думаешь, потому что люди понимали, что это вмешательство в приватную жизнь, или почему? Ну, да. Не потому, что люди понимали, что операторы позакрываются. Операторы позакрываются, да, вмешательство в личную жизнь, ну, он вообще просто абсурдный закон. Вот, и очень много людей это понимали. То есть там все вот там говорят, там типа, вот, россияне, ну, конечно, все понимают. все ну и ну как бы есть люди которые все понимают вот и есть люди которые протестовали хотя бы таким способом мы проводили потом организовали организовывали митинги он причем прошел по моему в 30 городах против пакета яровой был митинг в москве естественно лексей навальный этот митинг как бы проводил как бы организатором вот тогда собственно и началось вот это типа взаимодействия как-то это да и а я участвовал в екатеринбурге по моему там тоже ну и вы начали более плотно друг другу как-то да вот плюсом ко всему лёня волков как бы он был у него начальником штаба я сейчас боюсь опять же перепутать даты я вот честное слово не помню что зачем шло вот был ли пакет яровой до или после выборов мосгордумы этого мэра москвы которых ли я не знаю лексей участвовал выборах мэра москвы и набрал второе место 27 процентов там понятное дело была подтасовка но тогда он просто поднял на уши всю москву и на самом деле там такого федерального масштаба как бы политика можно было его назвать вот с этого момента для этого был активист вот а раз он попробовал уже войти во власти как-то да поучаствовать он всем тогда уже наверное можно давать человека политиков наверное вот но на самом деле да ну как бы вот эта вот вся история ну то есть ну блин там уничтожают твою отрасль молчать на как взгляну какой-то эффект ну по идее 100 тысяч собрали должны рассмотреть что дальше вообще что за яровая так то это кто то это что яровая это бобель какая-то но нам войти шарит нет ну как это проститутка очередная как которая как бы попала его власти там ирина по-моему зовут это кто-то в госдуме какая-то же какая-то бобель до которая просто вот сама либо по указке да там там у них отношение этих всех депутатов она там довольно странная это как с обнуление школы да ну то есть вот тогда это все началось ну по крайней мере я с этим столкнулся скорее всего началось гораздо раньше но я я лично столкнулся с тем как принимаются законы вот тогда и они тогда приняли там типа пакет который запрещен ну в смысле да что пакетное это вот законодательство запрещено прямо было в их думским регламентом они протолкнули его там заставили всех депутатов проголосовать на просто столько усиленно это было направлено что ну как бы все херевали дальше вот эта петиция 100 тысяч набрала закон приняли тем не менее вот это правительство должно было там какой-то срок должно было открытое правительство должно было там созвать какое-то там типа совещание пригласив том числе автора петиции вот они нихрена этого не сделали мы уже подали в суд о них на открытое правительство это там кстати уже там где там познакомился с пашей чиковым я тогда оказалось что суд может на что-то повлиять что-то оказалось да вот ну тем ну то есть мы их заставили то есть в суд подали мы заставили провести типа это совещание но они его провели естественно формально мы никого там меня не пригласили по крайней мере там сами собрались типа не там цены все херня типа 100 тысяч человек они просто какие-то идиоты они не поняли для чего так он сделал нас все нормально что давайте все делайте и митинге им как бы по митинге всем дальше и всем насрать его ну просто вот типа почему да потому что могут ну типа а чё вы нам сделаете мы вот первое вот это вот наш вот этот плакат да там на кремле там написано да мы охуели и чё это вот надо сказать она того стоило для них если вот смотреть на состав с их стороны я не знаю а тогда оказалось опять же тогда оказалось что это все делается но опять же для того чтобы просто украсть украсть да что украсть ну потому что вот это оборудование которое нужно поставить для того чтобы сохранять интернет но но там она там ну там стоит больших денег купить кого-то говно и все в карман положить типа того мир ну и как бы было рассчитано и тогда появилась вот эта пословица и поговорка да что ну типа свободу интернета в россии спасет коррупция некомпетентность и распиздейство извините я матерюсь это нормально вот устал потому что слова подбирать вот тогда казалось что это именно так и происходит ну то есть сохраните все интернет это ну такая дичь совершенно не казалось что это про безопасность про приватность почему не казалось что это для того чтобы там посмотреть на кейса ты ходишь и прийти за тобой либо тогда еще в россии тогда ну это в голову не приходило что так можно ну что не то что даже как бы так буду делать а что так можно ну правда ну то есть да и вот это вот потом как каждый год все сильнее и сильнее конечно проходило там когда там следующий этап это была блокировка телеграмма там следующий про этом еще дальше чуть-чуть поговорим в технической части тут это было бы это была подводочка приквел козе к общество защиты интернет вот и собственно после всех этих мероприятий у меня там ну это моя консалтинговая практика этом худо-бедно как-то живу но и не сказать что у меня там прям все хорошо но при этом несколько клиентов отказались там телеком у меня отвалился но потому что типа ты активист мы не хотим с тобой иметь дело понятно да например там там еще были какие-то варианты вот и тут волков лёня волков а мы с ним знакомы он тоже из железе екатеринбурга мы с ним знакомы там совсем с 90-х годов или может быть или с начала 2000-х это интересно потому что я смотрел одно ваше интервью совместно он там тебя потролливал тем что ты из екатеринбурга очень любишь екатеринбург да сейчас я понимаю что это двойной троллер да да к том-то и дело что у лёня был кстати он был одним из топ-менеджера в том самом скб контур про который я рассказывал это его идея была через интернет налоговая декларация подавать то есть он вообще придумал всю эту схему по поводу подачи декларации налоговой декларации через интернет и сделал ее да и тогда вот как раз скб контур когда стал большой компании там появился сервис большой да и там вокруг него он занимался же этими электронно-цифровыми подписи ноги но сегодня не про волкова к волкову но это не просто так и выручный как бы я с ним был знаком потому что мы там еще с уралсвязь информ еще раньше по моему даже мы с ним были знакомы общались какие-то вещи обсуждали там что-то там даже какие-то проекты там пытались сделать я там много еще занимался немного одну занимался образованием всякие проекты тоже было образовательное например в том же уралсвязь информе когда подключали к интернет-школы все я вел этот проект и равно один из менеджеров был этого проекта там он огромный большой там мне были все эти цифры я их все помню сейчас зацепь этот этаж него 5200 школ но подключим порядок нехилый вот как бы это волков при чем-то появляется он там пишет или звонит уже не помню слушай вот у меня есть проект ази ну вот это я кстати грипп ози ази 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 мне кажется правильнее ози хотя фиг его знает как в аббревиатурах ставить в ази мы ази говорим общество защиты интернета вроде ударение же на вот я там не вытягиваю тележку ну потому что занят да она как бы есть они тогда собрали на коротфандили деньги на создание типа народного оператора идея была такая мы создаем оператора получаем на его лицензию к нам приходит фсбшники говорят делай сорм мы такие на сорм собираемся бумажки идея какая была собираемся бумажки говорим типа фсбшникам пусть оплачивают сорма т.п. которое позволяет собственно трафике все эти досмотреть систему оперативно-розыскных мероприятий система оперативно-розыскных мероприятий да по которому там фсбшник может и не было понимание того что фсбшники придут скажут нет мы не будем платить да и ну типа того тогда такое не приходило не приходит ну нет почему но они скажут типа платите сами мы на них подаем суд потому что в нигде в законах нет или судимся и но это собственно политическая уже деятельность потому что это привлечение внимания то есть задача не в том что там там сделать оператора который без сорма хотя говорим опять же типа ну окей если нам сделают оператора без сорма мы там организуем какую-нибудь там компанию будем там типа продавать услуги в этом какой-то приватных сетей на тех же виперов понятно тогда не было такого рынка ну мы будем то есть есть пакет ировой который обязует ставить по и железяки в том числе сормы и вы открываете пера нового оператора который формально эти железяки типа ждет типа ждет их оплаты и пока работает пока лишь не дар и так типа всю жизнь сюда оператора то есть но идея изначально была такая плохая вот плюсом ко всему там что-то было по социологии мы там пытались поизучать как как это все просто проходит и нам несколько проектов таких было там по индекс свободы интернета но это люди меня вначале придумал я потом его переделал по статью меня один из следующих вопросов чё за индекс давай сначала про озе вот здесь давай закончим это да короче волков приходит вот ягод типа не вытягиваю это в одну тележку вот такой проект типа возьмешься а мне как раз там вот это вот перепуть я сам не знал чем дальше заниматься говорю так чум нет давай возьмусь мне показал и я помню тот эфир где волков представлял во-первых азии и тебя же там представляла и меня я не помню пересмотреть хорошо получилось там еще в такой в очках таких темненьких черных черных не знаю короче в желтых ты там роково смотришься для меня выглядело так будто бы леонид волков по моему там еще с каким-то человеком это все делал они скинули на тебя просто работы выглядело так будто бы они сделали проект запустили и такие знаешь как типичная старта не стартапера каким-то типичная крупная компания запустить кучу проектов потом просто раскидать и что выживет то выживет это ну так выглядело тебя мы сделали проект какой-то заниматься не хотим вот мишу поставили михаила и пусть работает но так и было да серьезно да но так и было серьезность какая-то кажется что то не серьезно при том что зарождалась то идея серьезные задумки народный оператор и там противостояние цифровое в том-то и дело что все по фану было то есть смысле нет мы никто не вину все же нормальные люди никто не верил что нам дадут такого оператора создать задача была чисто политического такой троллинг такой определенные именно ну вот показать оператором связи что так можно тоже что у тебя уже позвали именно как директора ази да то есть это уже не та идея с народным оператором нет она уже трансформировали тогда увозди там было ну там сели естественно как бы подумали что мы будем делать какие задачи будут решаться был вопрос ну как бы с фандингом был вопрос решен в смысле тоже надо все равно там зарплаты платить там не я один был там был еще один александр и саммин был технический типа директор он потом покинул нас александр и саммин он по моему с пиратскими пират снова у чувака сейчас крыши этом реально утекла просто не хочу даже говорю я был любил уважал но в последнее время он стал невозможным мы знаем про него только из того что там в точке рассказывали поэтому ну это такой закончились источкой там тоже закончилось плохо мы остановились на переходе от идеи народного оператора идея создания азии что вы вот-вот поняли куда как как это все сходится по финансам и да вот стиле проспать и платить надо да то есть сели договорились ну там понятная задача точнее так сели выработали типа чем мы будем делать значит эта практика так и осталось что мы но придумываем постоянно же меняется все да то с повестка меняется вот там заплату за эти сколько пять лет получается да не больше ну да больше восемь уже пять пять на семнадцатый шестнур пять шесть или суши как время летит вот по повестка то меняется же постоянно поэтому как бы надо там как бы эти планы все пересматривать ну то там раз два раза в год мы выйти все планы как бы садимся пересматриваем не значит непонятно мне не понятно что с народным оператором прикольная идея но не прогорела отлично как может надо было остановиться зачем почему появляется азии сегодня надо в краудфандинговые деньги как-то куда-то вложить адекватно или почему или потому что уже так жестко что понятно что нужна какая-то организация которая будет заниматься комплексно проблемами прав интернет но вот с точки зрения люди я наверно сейчас я понимаю что у него ну как бы ну как бы типа человек который выше уровнем да то есть вот эти как ты говоришь там проекты большие да вот и как какие выстрелят какие не выстрелит но во первых азии выстрелил ну потому что там ставят какая-то известность появилась нас начали упоминать нас начали как-то с нами общаться вот плюсом ко всему может там довольно серьезно еще развили такую международную деятельность мы стали же выше уровнем типа что он лучше понимал как как может сложиться судьба у такого скоро у него проекта уровня этом у него рации условно он условно да вот он руководитель штаба навального вот у него там есть определенная задача которая операционная том числе ну и там какие-то стратегические да он понимает что он айтишник вот он понимает что интернет сейчас это единственный способ вообще хоть как-то общаться с людьми потому что телевизор нас никогда не пустят люди у самого волкова единственный раз я помню это в телевизор пустили и в итоге он там что-то начал говорить его выключили с прямого эфира это было по моему какие-то выборы в как раз свердловской области он по моему хотел в депутаты областного собрания его выключить ну то есть телевизор нас не пускают газеты в какие-то там тоже нас не пускают у нас остается только единственный вариант ну как бы свои собственные интернет-проекты с которой собственные были да то есть у алексея был блог который там очень популярный был в россии когда блоги были популярны потом вот этот youtube канал был запущен там никому в голову не приходило что там на ю тубе там 100000 будет одновременных это как это вообще какие-то колоссальные цифры вообще-то на минутку а сейчас телесмотрение по моему вот эти вот все передачи даже у первого канала 100000 и на временных зрителей всю россиюшку не всегда бывает да и замерить же это практически нереально даже сегодня там медиа сегментация имеется ввиду что этих каналов то много поэтому люди там на разные каналы сможет чтоб на один там это там какие-то они там новогодние поздравления можно только за такие ты то потому что их просто на всех каналах традиция потому что и дай на всех каналах чем не тут чего метод удивило общество защиты интернета если почитать что как как сформулирована идея здесь звучит так что некоммерческая организация ставящая свои цели защиту интернета в россии от цензуры избыточного регулирования административного производства производства созданного государства все государство связано и эту организацию создает потенциально будущие представители государства оппозиция одна из главных оппозиций. Это странно. Нет, это не странно, но потому что единственный канал, еще раз, который у них может быть, они защищают свою логистику, медиаканалы. Замашка-то на общероссийскую организацию по защите интернета, а не организацию штаба Навального по присутствию в сети. Я к чему? Тут диссонанс в том, что если Навальный становится президентом, либо штаб Навального приходит к власти, то, по идее, эта организация должна развалиться. была бы, потому что она была сделана ими, соответственно, наверное, как-то зависит от них. Вот в этом какой-то у меня диссонанс был. Слушай, все политические проекты, они временные. Ну, вот в нормальных странах, даже... То есть это нормально было бы, если бы в общем-то защита интернета отвалилась. Она выполнила свою функцию. Все, все, теперь сложилось. Окей. Ну, то есть, ну, любые, даже партия, даже там США, да, сколько им там, это, демократическая, республиканская партия, сколько там, сто лет, там больше, двести, там, не знаю. Вот. Они же тоже как проекты все равно существуют. Они от выборов, так выбором. Вот предвыборная компания, вот он существует, вот собирается штаб, они провели эту предвыборную компанию. Понял, и было, что такого рода организации было бы логично, если бы сделали какая-то группа лиц, у которых нет политических амбиций. Тогда бы это было по-честному. Ну, так что нечестно. Кто-то все скрывает. До тех пор, пока Навальный не президент, это честно. Абсолютно, да. Но в той системе... Да даже если Навальный будет. Извини, мы с Леней тоже ругаемся постоянно. Я не верю в то, что государство может быть заинтересовано в полное отсутствие цензуры и всего остального. Какое бы оно ни было. Это есть... Знаешь, вот в чем... В смысле руководящего. Я понял. Проблема в том, что как бы ты воспринимаешь государство, это какой-то субъект. Государство, это не субъект. Это много людей. Это много людей. У всех какие-то свои интересы. И почему бы даже на уровне государства не существовать какому-то как бы субъекту, который бы занимался именно правами в интернете. Независимым. Независимым интернетом. А где-то такое существует в мире? Ну, например, Access Now. Такая компания, как бы тоже некоммерческая организация существует. Access Now. Которая занимается свободой интернета во всем мире. Она международная, большая такая. Вхожая во всякие ООН. Довольно сильно я с ним... Не, ну, во всем мире это немножко другой уровень. Ты можешь заниматься проблемами доступа во всем мире, а в Беларуси какой-нибудь этот доступ привязать, потому что ты в Беларуси находишься, тебе это выгодно. Например. Ну, потому что в Беларуси в первую очередь, собственно, как и в России... Британию возьмем. Там есть у них... У них есть Авком, по-моему, называется, типа Министерство связи. И там есть несколько... Несколько общественных организаций. Netbox. Это британская компания, например. Ну, НКО. Которая занимается, собственно, мониторингом, там, шотдаунов, занимается изучением этих всех процессов. То есть, в принципе, в мире это работает. В мире это работает. Их много. Есть... Вот по поводу Access Now. У них есть такое мероприятие ежегодное. Было, называется, Ridescom. В этом году оно было в Коста-Рике. Я туда ездил. А ковид, когда был, оно там прекращалось. И потом я был в Тунисе. В Тунисе, по-моему, было 5 тысяч человек со всего мира приехало. То есть, там есть... В Африке есть ЦПЕСА, называется такая... Это организация, которая занимается именно свободами в интернете. Ну, в африканских странах много где есть. Иранские есть тоже в изгнании. Окей, все, тогда разобрались. У меня в голове уложилось. Я что, Британию вспомнил? По-моему, я у тебя на канале читал, что недавно там ситуация была, когда пытались тоже ввести какие-то фильтрации трафика в сохранение, да? Якобы под оберзкой того, чтобы детскую порнографию не спстренять. Там и до сих пор эти процессы идут. Но процессы идут, и, возможно, это не введут, правильно? Возможно, это... Ну, у них есть система сдержек и противовесов, есть политическая какая-то работа, когда, ну, там, общество придет и скажет, типа, да вы не охерели. И в данном случае ОЗИ может стать как раз-таки одним из... Одной систем сдержек. Одной системы, да. Хорошо. Она задумывалась именно так. Да, понятно. То есть мы там, в свою очередь, пытались участвовать в этих интернет-говернанс вот этих всех процессах. Мы были в... Участвовали во всемирных этих... IGF, так и называется, интернет-говернанс-форум. Мы были членами... Не были, есть членами ICANN, NCUC, это комитет защиты прав пользователей. Что еще? Ну, вообще мы там во всяких разных таких организациях и мероприятиях принимаем активное участие. А что вообще... Что вообще значит, что вы во всех этих организациях принимаете участие? Это как бы... Грин-флаги того, что ОЗИ ОК, ОЗИ занимается тем, чем нужно, да? Условно говоря, если бы... Вы перестали... Перестали следовать своим ценностям, то, наверное, из ряда организаций вас бы исключили просто. Это еще один гарант того, что вы занимаетесь тем, чем нужно. Скорее всего, да. Но, видишь, менеджерская такая штука, да, проснулась. Но, видимо, плохо занимались, раз херово все в интернете, это в российском. Ну, тем не менее, занимались. Но, опять же, там, свое оправдание скажу. Нет, просто это прямо, знаешь, у меня больно было. Я когда только приехал сюда, меня познакомили с Маргаритой Левенчук. Левчук, да. Левчук. Певица наша белорусская. Да, певица, да. И, ну, типа, меня представляют, вот, типа, Миша, Михаил, типа, вот он занимается, типа, защитой интернета. Она так подбочинилась, так на меня так смотрит. И что же ты так плохо защищаешь интернет? Мне только осталось, что, мать извини, не смог. Ну, кстати, а что ты бы ответил? Вот есть ли какие-то конкретные результаты за вот время существования ОЗИ, которые не стыдно рассказать? Или результат то, что интернет не убили еще раньше? Вот в чем результат? Возможно, ну, я смею надеяться, что я какую-то все-таки эту лепту внес. Ну, по крайней мере, то, что там меня признали иностранным агентом, это как бы говорит само за себя. Ну, значит, видимо, все правильно делаю. Там все эти открытия уголовок, вот это все. Значит, видимо, что-то я там какую-то им вред наношу. Раз они так отвечают. Заноза где-то есть. Заноза где-то есть. Вполне возможно, что, как бы, да, может быть, там, если меня не было, может быть, они раньше. Ну, опять же, ну, это слишком как-то самонадеянно, наверное, так говорить, но тем не менее. Не, ну, какие там, мы проекты какие-то делали, мы делали, организовывали митинги. Причем, это, по-моему, самые массовые митинги, это когда Telegram блокировали, в защиту Telegram, это были самые массовые митинги. Вообще, по-моему, вот потом больше таких митингов не было. Вот у нас столько массовых. В России имеется, да, конечно. Вот. Там, ну, как бы, за что не стыдно? Ну, мы там пытались как-то доносить, мы пытались вначале там, ну, доносить, что, ну, если вы интернет, как бы, гасите, да, то вы, собственно, там, себе в ногу стреляете, даже не много, а в член, потому что детей не будет. Ну, как бы, любимая такая, да, как бы, аналогия, да, ну, потому что там хрен с ним бегает, ты, может, сможешь, но детей-то у тебя не будет, если у тебя не будет интернета, потому что все в интернет уходит. Вот. Поэтому это одна из важнейших, из важнейших, на самом деле, задач, а как-то, да, вот участвовать, не участвовать, хотя бы там, ну, привлекать на свою сторону, наверное, людей, да, мнение, общественное мнение. Уж как мы это делали, это дело, это вопрос ресурсов, прежде всего, ну, потому что Россия огромная страна, я один, я даже в город в каждый там приехать технически не смогу, потому что у нас таких бюджетов нет на билеты, банально. Вот. В СМИ меня куда-то не пустят, но вот я могу делать какие-то проекты, которые потом как-то расходятся по прессе. То есть одна из главных задач, как минимум инфоповестку держать, чтобы... Как минимум инфоповестку держать, это прямо важная задача, которую, в общем-то, я, наверное, и тяну, мне так кажется. Вот. Где-то там, ну, как-то выступить с каким-то заявлением, где-то предупредить банально. Ну, вот. А, слушай, а для чего, для чего, для этого, для чего делать общество, если ты как блогер мог бы это делать совершенно спокойно сам? Это формально? Не мог бы, ну, технически не мог. Но, представляешь, то есть, ну, во-первых, как бы, есть же, ну, там, разные работы, да, писать в блоге, это одно, да, там, как-то это все, чтобы это там не было, это не выглядело, как там, как бардак, как мой за телеком, да, когда у меня там все в одну кучу свалено, там, и... Нормальное включение. Фоточки, фоточки, фоточки с таксофонами, да, и тут же мат по поводу того, что там в какой-то очередной стране нашелся какой-то идиот, который выключил интернет. Вот, то есть, это, ну, все равно работа, да, плюсом ко всему, там, нужно готовиться к... Мы же проводим еще исследования. О, это интересно. Вот. Статья. Ну, как бы, ну, прямо исследования, да, то есть, вот, что мы делаем, что там получилось не так, для того, чтобы понимать, опять же, да, как лучше с этим, ну, взаимодействовать, то есть не просто там какое-то мы там провели, вот, а понять, как бы, а возможно ли это, да, допустим, там, вот, у нас есть, ну, я горд, на самом деле, хорошее исследование по поводу вероятности шатдауна в России. Например, у нас есть такое. Вероятность отключения России от глобального интернета. Да, вероятность отключения. Ничего себе. Причем мы его сделали даже с разбивкой до регионов. И причем самое-то смешное, что он даже, как бы, с практикой рулится. Ну, то есть, где можно отключить интернет, а где это будет очень трудно. Я сейчас накину на вентилятор. Давай. Типа, что тут оценивать? Сто процентов. Вопрос, когда? Ну, через год, через месяц. В чем прикол? В чем полезность такого исследования, которое делали? Ну, как бы, нет. Потому что здесь с пор же не выключили. Даже YouTube еще не заблокировали. Окей. Возможно, ну, я уверен, да, что там в том же министерстве, ну, тот же Шадаев, российский министр связи, меня точно читает. Он мне даже иногда подписывает. Ну, типа, ну, ты совсем уже, знаешь, я говорю, ну, вот в последнее время перестал, потому что я его начал называть там, типа, руководителем Юденрата. Ну, это отдельная, как бы, история. Вот, но вообще, ну, они читают, они тоже смотрят, и я просто объясняю, да, чем это может, как бы, грозить. Потому что, ну, ты действительно... Объясняешь с пояснениями, с аргументацией. С аргументацией. Хотя бы, ну, стараюсь. Конечно, иногда это эмоциональные какие-то аргументы. Потому что они быстрее доходят. Это вот, ну, наверное, это как блогер, наверное, тоже должен, как бы уже, наверное, уже прочухал эту штуку, когда у тебя какая-то эмоциональная фигня, там, картинка, да, какая-то там, на этом она больше внимания привлекает. Потому что ты сидишь такой, ну, там, трава зеленая, все-таки, да, трава зеленая. Ну, кто-то будет смотреть. Вот. А когда ты накидываешь на вентилятор, это действительно становится интересным, и это привлекает внимание. К сожалению, иногда это там приходится и как бы какие-то жареные какие-то вещи давать. Хотя я вообще-то не делал так. Жареные, что ты имеешь в виду? В смысле, горячие пирожки, провокационные вещи? Какие-то провокационные вещи, да, иногда, иногда, ну, реально какие-то провокации. Хайпануть немножечко. Хайпануть немножечко. Ты упоминал индекс свободы интернета. Это что за штука? Это был исследовательский проект. Вот. Мы хотели понять, как в динамике изменяется вот именно, ну, как бы, вот свобода интернета. Как ее вообще измерить? Ну, вот, собственно, да. Можно просто объяснить, что? Я бы сейчас попытаюсь. Ну, как бы, вот есть абсолютно свободный интернет, который, как бы, ну, не регулируется совсем никак, да? Ну, там, то есть государство, там, в него не лезет своими лапками. Это про регуляцию либо и про доступность тоже? Там, типа, бесплатный, нерегулируемый бесплатный доступ. В том числе. Вот. Безусловный, не знаю, повсеместный. В том числе. Ну, это, как бы, они, на самом деле, связанные вещи. Вот. Ну, грубо говоря, если у тебя там в интернете ничего нету, то им никто и пользоваться не будет. Смотрите Северную Корею. Либо, если он стоит миллионы долларов. Либо он стоит миллион долларов, да, это, там, не знаю, смотрите Венесуэлу. Просто посмотрите по... В камеру смотрю. Посмотрите по статистике, сколько проникновений интернета в Северная Корея, таких цифр нет в открытых данных, это примерно 25%. 22-й год, ну, на 22-й год... Это много, нет? Ну, это, я думал... Ну, вообще-то, Северная Корея, вообще-то, там живет порядка 40 миллионов человек. И из них только 10 миллионов пользуются интернетом. А 30 миллионов даже не знает, что это такое. А, вот так вот. Вот так. Ну, то есть, как бы, казалось... Ну, вообще-то, там нету интернета, он фан-мем называется. Подожди, а в России сильно больше числа? Ну, просто... 100 миллионов пользователей. Больше 100 миллионов пользователей интернета в России. Это не коррелирует на людей... Ну, это наверняка же должно коррелировать с людьми, которые живут там в деревнях, в городах, еще что-то. У кого-то технической возможности нет. 100 миллионов активных пользователей. 100 миллионов активных пользователей. У кого-то нет технической возможности, но это решается проблема, она там, в том числе, и государство заинтересовано, потому что через интернет даже логистика, она гораздо проще. Понятно. Оказание госуслуг, это все, вот это, как бы, им просто выгодно это дело, поэтому они этим делом занимаются. А, если рассылать... И плюсом ко всему, там тоже вот это продвижение, оно идет за счет операторов. Это просто, как бы, такие программы. Не знаю, я бы был министром связи, я бы примерно так же поступал на самом деле. Ну, не такими методами, не то что взять, отобрать 1,2% выручки у операторов связи, отдать это Ростелекому. Вот, это, ну, как бы, глупость. Но примерно так же. На самом деле, во всем мире примерно так же, как бы, эта вся система работает. То есть распространение именно технической возможности. Но там же есть, кроме технической возможности, есть еще... имущественные какой определенный барьер у тебя должен быть компьютер вот почему выстрелили типа мобильный интернет больше в народу пользуются мобильным интернетом но просто потому что он доступнее да и ну как-то проще да получается не использование его вот и второе третье точнее это образование ну то есть там бабушка какой-то полу грамотная она просто ну не поймет что там нажимать так ну хорошо а в северной корее все это вместе триггерится у них я почему-то я думал что в северной корее будет процента 2 телефон без телефона хорошо во первых у них не интернет он кванмем называется кванмем это на местном языке на корейском да я не помню как переводится слово прикольное кванмем а у них есть один единственный оператор связи кое-то кого-то нет напоминает беларусь сейчас по беларусь расскажу а один единственный оператор связи им построил как бы сеть построил по-моему эти салат это это популярно арабский 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 оператор они их кинули еще ко всему то есть они им привезли оборудование построили на нем не заплатили это было по моему в семнадцатом году они построили его яд ли эти салаты писал софтин для рассылок смс-ммс в тринадцатом что это получается корея короче они они построили где-то по моему в семнадцатом году у них есть мобильные телефоны у них есть компьютеры вот которая вот собственно доступна примерно четверти населения и это мало конечно мало для 2 ну для 20 21 века это конечно мало ну понятно вот то есть это ну там буквально ну вот каждый четвертый но это включая семьи семьи это гораздо получается поменьше ну там проникновение на домохозяйство это поменьше чем на условно может помнишь цифру по китаю просто ради интереса 80 процентов внезапно ладно там больше 80 даже уже у них у китая сейчас идет большая программа собственно вот этот 5g не почему его делают у них же он очень неравномерный китай население как бы концентрируется в городах а между этими городами как россии практически особенно там на запад ехать там ничего нет вы по побережью у них плотность населения на самом деле по побережью отъезжаешь чуть континент там почти никто не живет мы мы же сейчас говорим про доступность интернета в целом да а мы начали про внешнего интернета мы начали про свободный интернет короче ну вот во первых есть вот эти три показателя которые как бы определяют вообще ну как бы интернет ну как бы доступность необходимости регулятор регуляция какая-то с доступностью необходимость это как бы ну такие социальные проблемы мы бы их тоже решали если бы не было главного да это регуляция главная проблема которая как бы мешает там началось это вот собственно 100 149 фсд когда начали блокировочки все делать потом собственно пакет яровой потом все это дольше дольше и как его можно измерять вот ты можешь его просто смотреть каждый раз и оценивать его но вот этим методом оракул это называется ну то есть ты берешь каких-то экспертов которые у тебя оценивают как бы насколько у тебя есть какие-то критерии выбираете и отправлять не разным разным людям а есть общее ну типа общее понимание что происходит короче там лёня там начала вот типа это вот не помню дату по моему в пятнадцатом году мы тоже пятнадцатом он интервью про это рассказывал да а что вот тысяча баллов это общее как бы вот но с тысячи баллов и потом там зависимости того как эксперты оценивают это будет там она там либо повышаться либо понижаться ну то есть каждый эксперт может оценить там его там либо в плюс 10 баллов если это очень хорошо для свободы интернета и минус 10 баллов если это очень плохо как часто это делается и как много вначале мы делали раз в месяц вот я кстати был один одним из экспертов лёня вначале это делал сам потом он сказал я не не вытягиваю типа без забираю вот эту штуку то есть он начали мне просто предложил типа то есть вырос месяц опрашивали много несколько сотен условно человек там несколько сотен это я потом уже делал начале лёня там типа просто сам выбирал какие-то новости за этим надо было следить вот мы делали следующий раз у нас был пул новостей какое-то там сколько это бывает 40 новостей каких-то и широкий круг людей оценивал там что анкеты рассылали стоп на за телекоме за телекоме там лёня что-то рассылал и так далее нам чем больше людей и ну и какие-то у нас сети есть у там порядка трех трех тысяч по моему активных таких тоже сильно субъективно особенно относительно друг друга это краз социология но во-первых о том как новость бывает либо важно либо не важны но тут она сразу как бы сделана вот либо она важна либо не важно как-то оцениваешь к нему вообще безотносительно то есть в широкому кругу людей это вообще безотносительно они просто девушки важно или где бы не важно какой-то депутат что то брякнул. Важно или не важно? Ну, все. Не важно. Ну, значит, мы эту новость не рассматриваем. Вот мы выбирали типа 7 самых важных новостей, там из 40, примерно, ну, 40-30, когда там зависимость от месяца. Выбирали там порядка 100-ти новостей, и за 7 из них как бы вот эксперты уже ставили баллы. Экспертный пул у нас там было человек 25, журналисты, ну, которые за ним пишут про ИТ, в основном это, конечно, были, ну, просто заинтересованные какие-то люди. Несколько было преподавателей из вузов, какие-то активисты, собственно, Волков. Это люди, которые в теме. Да, которые в теме, ну, там человек 25 это было. Айтишники там были? Айтишники, конечно, были. Ну, там, там, по-моему, Гриша Бакунов тот же самый был. Ну, один из экспертов тоже там какие-то иногда ставил, иногда не ставил. Ну, там, как бы. Мы просто оценивали вот по пулу этих экспертов как бы уже вот, то есть вот эти важные новости, как они влияют. Ну, и, собственно, индекс либо падал, либо рос. Если там какие-то положительные новости, там были больше, индекс рос, если отрицательно, он падал. Вот. И мы в какой-то момент, ну, это уже еще до войны, по-моему, было, он ну, вот эти тысячи, тысячи, тысячу баллов он съел, то есть он стал отрицательным. Ну, вы не рассчитывали, что так будет? Не рассчитывали, что так будет? Ну, нет, когда там люди создавал, ну, типа, ну, где-то там будет в районе тысячи колебаться. А тут он пошел вниз. Да. Он за всю историю измерения, мы перестали его измерять, потому что сейчас это бессмысленно совершенно, он за всю историю измерения, по-моему, два раза вырос. Из-за чего? Один раз это было, когда митинги в защиту Телеграма были, ну, что проголосовали, что там, типа, какие-то положительные новости, там какие-то, кстати, положительные новости были, ну, типа, там, там вот тоже, типа, митинги ничего не решают, все это херня. Вот кто вам говорит, кто рассказывает о том, что митинги ничего не решают, сразу плюйте ему в рожу, называйте его лошадью, потому что это провокатор. Митинги многое, что решают. Беларусь не рассказывать. Даже в такой стране, как Россия, и там, тем более Беларусь, да, даже тогда, вот казалось бы, там, что вот блокируют Телеграм, вот эти люди выходят, но тогда вот эти митинги, они привели к тому, что инициатив, вот там, что-то там зарегулировать каких-то, предложений каких-то было несколько месяцев, несколько меньше было. То есть они задумались, типа, нифига себе, и они начали, начинали как-то, даже, даже вот вот это вот кодло, да, которое власть захватила, даже они начали на это реагировать. Поэтому митинги – это, это фиктивная штука. Хорошо. Рейтинг вы перестали мерить. Чем сейчас занимается ОЗИ? Сейчас у нас исследования в основном идут, у нас идет опять та же международная работа, ну, то есть участие там во всяких мероприятиях, попытка рассказать, что происходит. Мы пытаемся исследовать те вещи, которые сейчас, ну, были бы интересны, не были бы интересны, а, ну, прежде всего, наверное, все-таки необходимость штабов. Ну, например, мы там где-то год, наверное, исследовали, как работают фабрики троллей. Вот выяснили, что, во-первых, это недорого, во-вторых, как это работает, по большому счету, и, ну, как бы, в соответствии мы можем принимать какие-то решения, да, то есть если мы видим… Контрмеры. Контрмеры, какие-то можем принимать. Ну, например, вот за годы, за эти там создалась некая такая система взаимодействия с Бектехом, хреновенько, она не хреновенько, но тем не менее мы можем, например, ну, как бы сигналы, по крайней мере, посылать, что вот у нас там вот фабрика троллей, вам неплохо было посмотреть, вот там вот группа какая-то, да, вот вокруг них там сами посмотрите у себя в этих. Их блокируют, удаляют, мочат их как-то там не так эффективно, как хотелось бы, но тем не менее они как-то начинают над эту тему задумываться. Вот. Сейчас у нас исследов… Ну, тоже сейчас там планируем исследование по теме санкций, ну, взаимодействия с Бектехом, опять же, да, то есть какие-то… Ну, вот последнее, то, что наш отчет был, это как раз по взаимодействию с Бектехом, по поводу, как бы, ну, какие-то рекомендации, да, как вообще вести себя в странах с репрессивными режимами. Они кажутся банальными, но на самом деле мы долго думали над этим. Там получилось три вещи, ну, как бы три пункта, да, которые мы считаем важными. То есть первое – это, во-первых, Бектех должен основываться на… не на местных законах каких-то, да, а он прежде всего должен руководствоваться хотя бы, ну, типа, Всемирной декларацией прав человека. Ну, то есть Human Rights First, такое, как бы, положение, потому что в репрессивных странах законы могут нарушать права человека. Ну, просто по определению. Ну, там тоже там право свободы слова, право этих всех вещей. Запросы там на… от полицейских, они тоже должны как бы сопоставляться. Второе – это нужно понимать вообще контекст страны. Если уж вы заходите в страну, вы должны понимать контекст страны. Все страны разные. Ну, то есть, когда вот это региональное разнообразие, это хорошо, это круто, это правильно, но в этом разнообразии надо разбираться. То есть, если вы приходите на какой-то другой рынок, как какая-то компания, которая там занимается международной деятельностью, какой-то определенной, вы должны понимать, куда вы приходите. Потому что там какой-то свой контекст. И этот контекст вы не узнаете, если вы не будете общаться с гражданским обществом, которое находится на местах. Ну, собственно, вот три. Типа Human Rights First. Знай обстановку и общайся с местными. Ты сказал, что необходимы штабы, как раз потому, что нужно общаться с местными. Типа, когда ты приходишь с местными, не с кем особо пообщаться, штабы сыграли бы или это что-то другое? Ну, нет, в каждой же стране есть какое-то определенное гражданское общество, которое понимает какой-то контекст, вообще, что происходит. Ну, например, чтобы тебе понять не было, чтобы зрителям было понять, что ты знаешь о обстановке, которая, например, сейчас на Филиппинах. Понятия. Ну, вот, соответственно, ты приходишь на рынок филиппинский, да? Он, кстати, там не такой уж и маленький. Там, по-моему, 170 миллионов населения на Филиппинах. Ничего себе. Так-то. Ну, опять же, сейчас могу ошибиться в цифре. Посмотрите, загуглите, сколько народу живет. Там много народу живет. Там, правда, много народу живет. И там тоже тот еще авторитаризм. Более того, там президент у них, совсем уехавший кукушкой, чувак, который, например, там разрешил буквально убивать наркоторговцев. Как ты думаешь, кого там в первую очередь убили? Не знаю. Ну, те, кто не похож на всех остальных людей. Ну, там, опять же, виноваты остались всякие гомосексуалисты, нефоры. А потому что наркоманы? Ну, потому что он наркоман был. Да. Вот. Это ты к тому, что... К тому, что ты приходишь, если ты приходишь на Филиппины, узнай хотя бы, что там вообще происходит. Не, ну, если ты приходишь на Филиппины, ты можешь там найти какие-нибудь гражданские общества, которые занимаются вообще не тем, чем ценали. Ну, нет, например, на Филиппинах есть... Кто уж понимает в контексте Филиппин, ну, как бы, да, местном этом... Например, есть Мария Ресса такая есть. Это лауреат Нобелевской премии мира, которая в 21-м, по-моему, году она получила премию вместе с Дмитрием Муратовым. В 22-м году получили мемориал... Да, да, и Олесь Беляцкий. Олесь Беляцкий и... И украинские ребята. Да, я забыл. К стыду своему забыл. Мы видим сам титрами. Просто ты помнишь российских, я помню белорусских, а украинских комментариях наперед. Ну, это неправильно надо было, конечно, их помнить. Вот память. Простите меня, друзья. А вот по поводу как раз филиппинских фонд. Мария Ресса, да, например, там тоже исследование проводили, мы тоже принимал участие в этом во всем. Мы специально сидели, считали, сколько раз под каждым постом в Фейсбуке, сколько раз ее обещают убить-зарезать. То есть в среднем, ну, там она там немного постов пишет. Она журналистка, там активистка такая, ну, как бы местная знаменитость. Вот. Там что-то получалось, типа, 15 раз минимум. Ну, в среднем, да не минимум, в среднем. В среднем 15 раз под каждым постом и вполне себе угрозы, которые, ну, можно расценивать как прям... Жесть. Вот. То есть это не как там в этом, в Твиттере там, типа, да, там всяких долбоебов, как бы их много. Понятно, короче, надо знать контекст. Да, тут прям четко, конкретно, то есть там публикуют фотографии, типа, дома, где она жила, в Америке причем. Она в Америке бегает, не живет на одном месте, ну, как бы стараются переезжать. То есть там теющие истории. Можно посмотреть на Филиппины, чтобы примерно прикинуть, что и у нас может быть. Ну, это условно говоря, на Филиппину. Да, просто мы несколько европоцентричные, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что как бы наши страны как бы не самые важные, потому что мы там живем. Вот. Но, тем не менее, мир-то большой, там много всяких этих процессов. Вот эти процессы тоже надо как-то понимать, изучать их, что там происходит. Собственно, мы этим тоже занимаемся. Ты сказал, отчеты вы делаете, в частности, вот это один из результатов ваших последних отчетов. Да, эти отчеты публичные, их можно изучать? Да, их можно посмотреть на нашем сайте. Он очень бардачный, вот нам бы сайт бы кто-то переделал. Пишите в комментариях. Напишите, ну, например, тот же индекс свободы интернета. Мы перестали публиковать нам по ряду причин. Прежде всего, он перестал быть актуальным. Хотя, когда ты изучаешь новости, да, вот так вот, ну, как бы доступно и их публикуешь из-за месяца в месяц, это дико высаживает. Это прям очень тяжелая работа. Потому что, ну, ну, ты и так уже знаешь, что ты так в контексте, но это надо записывать. Да. Вот у меня не хватало на это. Не хватило. Автоматизировать. Ну, а как ты автоматизируешь? Ну, автоматическую рассылку закидал новостью. Ну, вот это надо программировать же все, да? Ну, да, да. Вот. Ну, у меня нет, как бы, компетенции таких, да? То есть, там команда небольшая, но тем не менее, это надо, во-первых, все программировать. Вот, а во-вторых, мы делали, я делал эту автоматизацию, все, я делал на гугл-таблицах. Ну, тоже неплохо. А там изменился API, и, короче, он меня перестал грабить, ну, как бы, данные из гугла-таблиц, перестал грабить их на сайт выкладывать. Все, ясно. И когда ты, как бы, ну, периодически, вроде понимаю, как это все, но это просто надо вот сесть и упороться, и разобраться. У меня, ну, ресурсов, короче, не хватило на это все, поэтому там сейчас, ну, очень бардачный сайт, конечно. Ну, все, ссылочку на сайт оставил. А так, да, эти все отчеты, отчет по вероятности шотдаунов, он хороший, несколько, два у нас, по-моему, отчета было по поводу, ну, взаимодействие, ну, как бы, этих ботов, причем мы их там даже сделали два подряд, ну, типа, сразу и потом и через год, ну, типа, повторяемость, ну, то есть, научный подход полностью, повторяемость, повторяется все совершенно, все четко так же все работает, вот, то есть мы нашли фабрику, где можно разместить все эти заказы, вот, насколько я понимаю, опять же, там рынок огромный, вот этих ботов, и он тоже, он, сука, тоже такой международный, что... Вы говорили, что вроде как в фабрике тролли по, пораспускали последний год, что-то они там неэффективно становили? Нет, их просто перевели, ну, во-первых, что-то можно автоматизировать стало, хотя сети бьются, ну, кроме, кроме Твиттера, пожалуй, Твиттер, по-моему, так и не, не это, не занимается, там, ботов, вот, во-вторых, эти фабрики просто, ну, там, переехали в страны, где совсем дешевая рабочая сила, сейчас самое, типа, распространенное, это Бангладеш. Не, ну, подожди, ну, чуваки же с Бангладеша не смогут писать комментарии на русском языке? Не могут. Что не смогут-то? Им просто копипаста делается. Там яишечка вполне себе используется, вот этот G5-4 за милую душу. Жесть. Ну, то есть они, ну, грубо говоря, перепиши, да, и там несколько вариантов, они вот им закопипастили их, они вот сидят, копипастят. Давай дальше двинемся по проектам, мы на ОЗИ уже сильно много остановились, зато подробно. Второй проект, который меня интересует, это VPN-генератор. Да. Ты им сейчас занимаешься, я так понимаю, проект родился уже после начала вторжения полномасштабного. Все мы знаем, что сейчас с VPN-ами проблема, у кого-то VPN-ы блокируют там в России, у кого-то их в принципе нет, чтобы доступиться до ресурсов своих стран, у кого-то там еще что-то, ну, VPN-у айтишников на слуху. Чем ваш проект, VPN-генератор, который по факту представляет VPN, отличается от всего остального? Давай я тогда, может быть, не так немножечко начну, я начну с того, что вообще, то есть вот сидеть просто там и что-то делать, раз уж так получилось, раз уж я уехал, и у меня есть какая-никакая возможность общаться с людьми, и как бы что-то там, не знаю, планировать, что-то там как-то пытаться разобраться. Начал просто, ну, вот как бы, работать уже целенаправленно, уже не как активист какой-то, но я там себя считаю уже на самом деле каким-то политическим деятелем, наверное, вот, ну, как бы, ну, так получилось. У тебя есть политические амбиции? В том смысле, чтобы стать там каким-то начальником большим, да, я, честно говоря, не знаю, да, пока, пока Путин жив, это, говорить об этом бессмысленно, говорить об этом бессмысленно, ну, то есть, хрен его знает, как это все вывалится, понятно, что я буду что-то делать, что я смогу, вот, но я, опять же, да, понимаю, что-то силы-то абсолютно неравны, вот, ну, неравность сил, ну, давай я на цифрах просто расскажу, на, вот этот СПУ, на систему блокировок, то, что сейчас в России есть, Россия тратит примерно 300 миллионов долларов в год. На обслуживание, закупку? На оборудование, на обслуживание, закупку, порядка 300 миллионов долларов, 200 миллиардов рублей. Это много или нет? Я вот сейчас думаю, наверное, может и немного, бюджет, смотря с чем сравнивать. Бюджет Екатеринбурга 80 миллиардов рублей, всего полутора миллионного города 80 миллиардов рублей, а они тратят 200 миллиардов на блокировки, то есть там, три бюджета, грубо, такого города, как Екатеринбург. Вот, мои бюджеты, ну, там считаются, там, ну, не знаю, там, может быть, сотни тысяч долларов. Ну, я понял, ты к тому, что тут все равно борьба бюджетов по любому. Да, война бюджетов по любому. Война ресурсов. Война ресурсов. Вот, и эту войну там мы проигрываем. Я это четко понимаю, осознаю. Вот, но с другой стороны, что-то ж надо делать, да, какие-никакие ресурсы есть. Вот, и как-то мы их там добываем, кто-то нам помогает, есть люди, которые помогают все-таки нам. Слушай, ну, сервисы, VPN-сервисы уже, кажется, ленивая собака не делала. так это прекрасно. Другое дело, что, ну, опять же, да, как бы осознавая, что происходит вообще, да, ну, то есть, если мы совсем бросим Россию, там, ничего не будем делать, чтобы там как-то свободная информация внутрь туда попадала, это будет мордор. Ну, то есть, они все эти люди, которые там сейчас есть, у них не будет даже никакой возможности что-то там такое почитать. Что на тебе кто-то скажет сейчас, что те, кто хотят получать, они найдут способ получать, а те, кто раньше не получал, и... Задача такая, чтобы получали все, или хотя бы, хотя бы половина. Ну, хотя бы половина людей знали, умели, что такое VPN, и использовали это. Поставлю вопрос другой страной. Ты реально веришь, что половина населения РФ нуждается в этой информации сама по себе? Хочет эту информацию? Я хотел бы в это верить, я ставлю перед собой задачи какие-то, ну, то есть, там, какая-никакая статистика, социология есть, до войны в России VPN пользовались порядка, знали и умели, скажем так, порядка 10% пользователей интернета, это 10 миллионов пользователей, так, на минуточку. Так, немало. Ну, 100 миллионов, грубо, да, не углубляясь, там, больше, меньше, не знаю, 100 миллионов пользователей в России интернета, вот, там, с вариациями, как считать? Вот, 10%, 10 миллионов пользователей, вот, когда сейчас? С началом войны, вначале это выросло в два раза буквально, там, буквально за месяц, в марте месяце, после того, как заблокировали Инстаграм, Увеличилось это где-то в два раза, ну, постепенно, сейчас я думаю, что где-то примерно 30%, это хорошо, но вот ты сам сказал, что увеличилось в два раза после блокировки Инстаграма, то есть ты понимаешь, что, скорее всего, эти 10 миллионов пришедших установили VPN только для того, чтобы пойти в Инстаграмчик? Ну, прекрасно, они хотя бы в Инстаграме будут получать, ну, какую-то независимую информацию. Окей, то есть, окей, можно будет тогда Инстаграм использовать. Хорошо, допустим. Ну, да, ну, так это так и делается. Но это не просто стопроцентно. Понятно, что если, да, пользователей в правильной информации. Понятно, что если заблокируют YouTube, туда тоже как бы все ломанутся в VPN-ы, вот, там начнется война как раз за выживание VPN-ов уже. Почему ты делаешь VPN-провайдера? Что их мало? Что с ним происходит? Ну, он другой немножечко, вот, ну, то есть, обычно VPN-провайдера, смотри, а коммерческие VPN-ы, они же, ну, как бы, они направлены на то, чтобы получать выгоду, они покупают дешево, продают дорого, все в соответствии с нашим другом Адамом Смитом. Вот. И, ну, это правильно, это хорошо, там какой-то рынок существует, и рынок этот, он растущий, он хорошо растущий, он прекрасный. не дорого, 10 долларов, типа, что это такое, 10 долларов вот заплатить за какой-нибудь там NordVPN, ну, что, дорого? Так их заблокировали. Вот. Их блокируют. ну, NordVPN еще как-то там пытается выходить из ситуации, там серф-шар какой-нибудь, да, он, ну, как бы, плюнул просто на российских пользователей, деньги получил, но он сервис не дает. Ну, да, они же там жестко пробегировали себя. Их заблокировали, и вот они таки сидят, не знают, что дальше делать. соответственно, как бы, и отношение-то к ним такое же, что, ну, типа, типа, вот. Поэтому, ну, и о том, что, идея о том, что будут блокировать, вот по этому, по эндпоинтам, будут блокировать VPN, она как бы была сразу, ну, то есть это было понятно, что они будут большие сервисы, которые там более-менее на слуху, они будут блокировать по эндпоинтам. Так. Вот. Поэтому родилась идея, как сделать такой неблокируемый VPN, и там появились какие-никакие ресурсы, поддержали тоже доноры. Появился вот этот проект, VPN-генератор. Он буквально VPN-генератор, в том смысле, что он генерирует, то есть есть селф-хостинг, да, VPN-ов, то есть ты купил какой-то сервер, установил на него VPN, и как бы пользуешься там, раздаешь друзьям, знакомым. Но для этого там достаточно большой вход туда, технические знания. Технические знания. Хотя бы элементарные, хотя бы понимать концепцию сервера. Да банально, как купить сервер, это уже проблема. Уже, да, уже проблема. Плюсом ко всему, за ним надо следить, его там заблокируют, еще что-то там надо сделать, обновление, это все, это все равно, как бы человек, там, ну, там, простой человек, это не сделает себе, это сложно сделать. Собственно, мы придумали систему, которая будет генерировать такие вот селф-хостинг сервера, на которых уже все как бы развернуто, за которыми мы следим, смотрим, и у них есть система управления, чтобы выписывать эти VPN-ключи и удалять их. Почему вас нельзя заблокировать? Почему вас сложнее заблокировать, чем все... Можно, ну, у нас можно, конечно, заблокировать, но надо найти все ноды. У нас каждый сервер это отдельный IP-адрес. Каждый сервер отдельный IP-адрес. Ну, окей. Почему так не делать, например, тоже NordVPN, это же вроде как не сложно. Потому что там, во-первых, есть ноу-хау о том, как эти IP-адреса добывать. Окей. Про его мы не будем говорить. Да. Пока не надо. Лучше не надо. Я расскажу, если хочешь потом. После победы. После победы обязательно. После победы книжку напишу. А в общем, как бы много-много IP-адресов и Роскомнадзор просто как он его заблокирует. Он не знает, какие... То есть, вы бы говорят, для каждого пользователя тут с нюансами вы делаете свою какую-то... свой IP-адрес вы даете. Либо там, не знаю, свой рейдж какой-то. Surfshark тоже может это сделать, но не делает. В принципе, он может сделать. Ну, секрет полишенеля на самом деле, как это добывать их. Но это просто ресурсы определенные. Вот Surfshark то ли не догадался, то ли не хочет. Ну и там разработка нужна определенная. То есть, это нужен там код писать, сидеть и все делать. Что за фишка с бригадирами? Вот. Плюсом ко всему, как бы, ну, тоже главная, одна из главных проблем это распространение знаний об этом в IP-не. То есть, условно, там, вот наша задача, вот 30 миллионов, ну, когда говорил, 30 миллионов примерно знают и умеют уже, наша задача туда добавить еще 20. Причем, ты же знаешь, да, что там, чем больше технология типа развивается, тем сложнее, ну, как бы, там, вот это вот, логистическая кривая, чем, типа, больше пенетрация, тем меньше роста. Меньше скорость. Меньше темпа роста. Да, Вот. Ну, вот мы сейчас как раз вот тоже в этой точке, возможно, нет, возможно, там, да, скорее всего, да. Потому что все равно там использование VPN, это ухудшение качества жизни на самом деле пользователя. Ну, как минимум, больше шагов. Надо шаги какие-то, тут не работает, тут включить VPN, это картинка, да, открыть, открыть ворота, закрыть ворота, вот эта вот картинка, представьте себе, вот, надо в Сбербанк зайти, Сбербанк не пускает с VPN, вообще банки не пускают с VPN, это тоже понятно, почему делается, вот, они могут это посчитать, потому что по хопам, ну, типа, это TTL. Да, короче, по количеству переходов между сержи, например, да. Ну, и там какие-то IP-адреса они там могут вычислять, для больших VPN, опять же, для нашего похуже, но, тем не менее, можно, ну, по хопам, по крайней мере. Вот, и это, да, это как бы сложность, ну, ради чего, да, это вся беготня одну, и хрен с ним, там, ну, недоступен блог Навального, вот, не будем мы читать блог Навального, ну, недоступен тебе Инстаграм, ну, не буду смотреть Инстаграм. Вот, задача-то как раз именно в том, чтобы они начали этим пользоваться, поэтому, придумана была, это полностью активистская история, то есть, идея какая, вот, у нас есть активисты, которые ходят, и просто распространяют, вот, буквально ртом рассказывают людям, что вот есть VPN, что вот можно пользоваться, и там ничего не заблокировано. С чем это активистам? Потому что они активисты. Потому что они активисты, потому что, ну, что-то же надо делать, ну, то есть, вот, люди спрашивают, а что мы можем сделать, чтобы победить Путина? Блин, вот распространи хотя бы 100 VPN-ов. Ты сейчас говоришь про активистов, которые являются, собственно, вашими пользователями. У вас пользователи, это активисты. Наши пользователи, это активисты. Они же бригадиры, называются. Они же бригадиры, да. Ну, мы долго думали, как их называть. Вот у нас, наша головная компания в Германии находится. Вот. Что-то бригада, ну, и бригадирка. Чего не бригадирка? У нас не девушка. Бригадирка. Может, в Европе? В голову не приходило. Ладно, я шучу. Ты мне расскажи другое дело. Во-первых, как этих активистов выбирать? Ну, если это открытая обычная регистрация, то Васе какой-то зарегистрировался, ему вообще пофиг на эту активность, активизм. Ну, мы их подталкиваем к этому вопросу. Ну, то есть, во-первых, мы, конечно, где мы можем это рассказываем. Ну, например, сейчас сижу, рассказываю, если вы активист, если вы хотите что-то сделать вообще для родной страны, ну, вот лучшее, что вы можете сделать, простое, незамысловатое, с дивана даже вставать не надо, потому что можно же в WhatsApp отправлять. Димарочку сделать, это только для России работает? Нет, для Беларуси тоже работает прекрасно. Так, ладно, тогда я дальше еще задам вопрос. У нас много из Беларуси, много из Украины. Я, давай продолжу про то, как вы активистов этих выбираете, и там есть один шаг, который я не понимаю, как будет работать. Сейчас, сейчас это работает через Telegram, ну, через Telegram-бот. Мы заморочились на безопасности прямо до невозможности, вот, и в Telegram вам нужно, ну, там запустить бота, бот, там есть тонкость, вам нужно у бота поставить самоудаление, автоудаление, там, на какой-то определенный срок, чтобы у вас ничего не осталось в переписке. Так, ну, хорошо, но факт наличия, факт того, что ты к этому боту писал, он все равно остается в поисковой истории. Если ты бота когда-то оставил себе, то в поиске у тебя этот бот всплывает. У нас в Беларуси с этим были большие проблемы сейчас есть. Я знаю, да. Ну ладно, это мелочи на самом деле, то, что вы уже через бот это делаете, понятно. Ну, удалить можно на самом деле все, и удаляется в том числе, ну, и в поиске, ну, и что поиск, мало ли в поиске, что. Ну, кстати, у нас за это людей сажались. Ну, пользуйтесь этим партизанским Telegram, например. Ну, кстати, да. Там, там это, кстати, есть, по-моему, да, это возможность раскрыть на этих историях. Так знаешь, что-то посадили за то, что ты пользуешься партизанским Telegram. Так работает. Ладно, это, отклонились. Ну, это долго можно, короче, смысл, ты регистрируешься в боте, и в боте тебя просят отправить чек, фотографию чека. Для чего это сделано? Куча вокруг этого, как бы, блин, ну, копии столько сломано, вот, у нас по чеку, там, одни бегают, это сложно, мне надо поднять жопу от дивана, чтобы пойти что-нибудь купить, другие говорят, да вы нас по этому чеку можете здесь дианонить, давай последую, ну, как бы, вот эти вопросы отвечают сразу, сразу, потому что постоянно возникает, по поводу, начну с дианонить. То есть у вас вместо капчи чек? Вместо капчи чек, давай так, хорошо, вместо капчи чек, для чего это сделано? Потому что у нас ограниченное число ресурсов, вот количество этих IP-адресов, вот мы их там постепенно закупаем, вот, и, атака на нас, она довольно проста, к нам приходит какое-то там число ботов, и забирает весь ресурс, поэтому нам нужен какой-то ограничитель, для того, чтобы, ну, как бы доказать, что этот человек, конкретный человек, вот он живой, единственный, да, и вот у него как бы есть... Что мешает на генерии этих этих чеков каким-нибудь программным способом? Ну, мы увидим это. А, у вас ручная модерация? У нас ручная модерация, мы каждый человек ручками смотрим. Ого, прикольно. Там, ну, там идет автоматическая вначале проверка, чтобы там, типа, повторяющиеся чеки, этих сразу есть. Во-вторых, у них же требования к чекам, он должен быть свежий, относительно должен быть свежий. Во-вторых, там проверка, да, на генерацию из ИИ, там есть это, проверка на картинки, которые уже были. Слушай, подожди, если у вас ручная модерация, то у вас проблемы такой не может быть, чтобы у вас весь пул айпишный забрали боты, если вы вручную их модерируете? Да. Почему? было несколько раз, набеги были. Ну, мы их отлавливали. Окей, окей. Чек. Чек. Вот. И главное, это, что, ну, это ресурсы, он денег стоит. Вот, соответственно, если мы там будем раздавать, это, да, кому попало, но он тоже у нас довольно быстро кончится. А он у вас бесплатный? А он бесплатный, мы не берем денег за это. Вот, поэтому мы бы хотели, во-первых, давать людям, которые хотя бы, ну, там, способны вообще прочитать это все, да, во-вторых, могуще поднять жопу от дивана, в-третьих, те, которые, ну, как бы, вот эти воробушки-социофобушки, они нам тоже нахер не нужны, ну, потому что они сели на ресурс, вы, конечно, молодцы, мы вас поздравляем, что у вас есть такой ресурс, но вы должны его распространять, вы должны с людьми общаться. Поэтому, то есть вы таким образом, в принципе, и отсеиваете активистов от неактивистов? Да. Те, кто могут активно что-то поделать? Да. Поднять свои... Хотя бы элементарные какие-то вещи, они должны сделать. Дальше у них задача, там, в течение месяца, ну, там, каждое, там, первого числа, мы там делаем это, ночь длинных ножей. Мы режем все бригады, у которых нет, хотя бы, пятерых активных пользователей. Мы это можем посчитать, мы это видим, статистика по бригадам у нас собирается. Ну, то есть, количество бригад, там, сколько пользователей у бригады, это мы видим все. Чеки, чеки, это значит, могут быть и российские, белорусские, и украинские. Да. Более того, они могут быть вообще из любой страны. Главное, чтобы чеки были относительно свежие, там, ну, в зависимости от... Я потом думаю, мы потом будем ужесточать это все. Вот, пока там, типа, недельный чек мы принимаем. Сумма чека должна быть не меньше, там, 500 рублей, ну, на русские деньги, там, 10 евро, условно. Ну, 5, 5 сейчас. 5 сетерка. Короче, ну, не меньше 5 евро, по крайней мере, чек должен быть. То есть, меньше мы не принимаем, ну, потому что тогда их там нагерить как бы проще. Да, понятно. Вот, еще у нас там есть, это не вся как бы копча, и у нас есть еще копча там с партнерами, с нашими партнерами, например, новая газета Европа, они раздают эти доступы, вот эти бригадирские доступы своим активистам, кто им донатит. Задонатил на Патреоне, получил себе бригадирский доступ. Вот какой-то получил бригадирский доступ. Чеки еще по наличке. Да, да, потому что, ну, потому что... Не задианонить. Да, потому что с этого можно точно задианонить, ну, как точно. Вот. Почему? У нас задианонить, ну, нельзя, ну, потому что мы, во-первых, никому их не отдаем, у нас те люди, кто апрувит эти чеки, они не видят, от кого пришло, то есть ID, Telegram они не видят. ID, Telegram мы храним трое суток, но в зависимости от накруток, чтобы было. Ну, ну, тут уже степень паранойи, они не видят, потому что ты, ты так рассказываешь, то есть приходя на твой VPN-сервис, люди по умолчанию доверяют тебе, а ты уже доверяешь команде, то есть ты выставляешь? Нет, мы прошли аудит, это, кстати, не говорилось еще публично, да, мы, вот буквально в начале августа мы прошли полностью аудит от OpenTech Foundation, Red Team Labs, вот, наш код смотрели, проверяли на предмет, там, что мы там храним, что мы не храним, прикольно. Вот, мы пускали полностью, в том числе и на прот, ну, там, руками не трогали особо, ну, сам понимаешь, да, там что-то дернул, там домино посыпалось, нет, ну, как бы, вот, у них есть исходный код весь наш, они смотрели, он, правда, ну, тоже такое, но мы там, типа, все равно изменяться будем, да, то есть, условно, там еще раз пройдем этот аудит, если нужно будет. С чеками у меня все еще вопрос. Беру я, иду я в магазин, беру чек, засовываю в Photoshop и рисую себе 100 таких чеков. И вы, ну, как вы разберете, что это? Разберемся. Как? Если я знаю, как генерируется кейлокод, ну, типа, просто сходил человек и получил 100 чеков, ну, что такого не бывает. Ну, тебе, во-первых, надо это же сделать, это все, зафотошопить. действительно, я же потрачу на эту кучу времени, а это уже отсекает такой атаки ботовской. Ну, условно, ты, конечно, можешь сделать, но тебе это время займет, тебе зачем, да, если ты хочешь? Автоматизировать можно. Так, автоматизацию мы тогда поймаем. И то же время займет. Что тут мне интересовало? Бригадиры по факту выступают такими субпровайдерами VPN. Да. За такое человека могут как-то наказать? Ну, пока нет законов таких, пока. Но если будут, будем смотреть, что дальше. условно, все в шарх, но в цепианах просто блокируют, не давая никаких штрафов, ничего, не заводя никаких дел. Это важно. Ну, пока это так, да, понятно, что ситуация может как-то меняться, но мы будем тогда придумывать какие-то другие. Но это же не единственный проект по поводу, как бы, обхода блокировок. Там есть еще проекты какие-то, ну, вот. А я там начал говорить по поводу, вот, как бы, когда война началась, что я могу делать, что я не могу делать, вот какой-то план, да, какой-то должен быть. Давай я его просто расскажу, это важная, мне кажется, история, мне кажется, как бы, люди должны просто понимать. На самом деле, все банально, все несложно, все, в общем-то, все логично. Четыре пункта, да? Четыре, пять, сейчас пять пунктов. Пять пунктов, они очень простые. Вот что, я сижу, я Миша Кимарев, я сижу где-то там в Европе, и, ну, как бы, что я могу сделать против, вот, Путина против того режима, который как бы создался. в общем-то, ничего, да, я могу, конечно, поехать в Украину воевать, но толком, я боюсь, будет не так много, вот, а здесь я довольно многое могу сделать. Например, я могу, ну, собственно, что люди и делают, могут заниматься контрпропагандой, ну, просто объясняя людям, что вообще на самом деле происходит. Это уже очень важная задача, и, ну, другого способа, на самом деле, как-то перевернуть ситуацию в России нет. Ну, то есть, ну, заткнуться совсем вообще не вариант, кто-то должен этим заниматься. Вот, поэтому я буду помогал, помогаю, и буду помогать всем свободным медиа, которые существуют, и российским, и белорусским, там, надеюсь, какие-то другие есть, там будут и украинцы есть у меня, в клиентах, партнерах, как помогать, это отдельная история, но я помогаю. Вот, второе, они будут бессмысленны, если всех нахер поблокируют. Поэтому, вот, вот моя миссия какая-то, вот важная какая-то задача, это именно обеспечить, вот, прорыв вот этой информационной блокады. Вот, чем я и занимаюсь, на что я сейчас там трачу, там, 90% своего времени. Вот, третий, да, он еще не реализовался, да, третий пункт, но он не реализовался, но его надо тоже делать. Ни первое, ни второе не сможет существовать без денег. Как вы там бы не хотели, люди все равно, они должны что-то кушать, Европа, это тоже место, тебя никто не кормит бесплатно, вот, все равно должен работать, за работу люди должны получать деньги. Уже есть доноры, ты говорил. Да, ну, взаимодействие с донорами, это понятная история. партнерские программы, все такое. Доноры, партнерские программы, это все прекрасно, все хорошо, но с ними тоже надо с донорами уметь разговаривать. Я худо-бедно научился, могу эти все свои скиллы, как бы, да, ну, там, рассказать, показать, и еще что-то, если что, обращайтесь. Вот, но главное, я считаю, да, что все равно, вот эти все СМИ, они должны существовать на деньги, там, где они, как бы, существуют, ну, как бы, где они зарабатывают, ну, как бы, с земли, да, с которой они растут. Да, понятно, но это честно, это честно. Это честно, да, потому что там ни один донор, там ни один, там, газдеп, вам столько денег не даст, сколько надо, ну, потому что у них другие задачи, газдеп, газдеп, это газдеп, они там будут решать свои задачи, соответственно, нужны какие-то бизнес-модели определенные. Реклама сейчас не работает в России, в России там, вплоть до того, что они сейчас эту рекламу всю начали нумеровать, там, какие-то ID к этой рекламе, это ради этого. Правда, да, можно посмотреть по-другому. И это делается именно для того, чтобы они, да, чтобы вот это свободное медиа, они могли существовать вот в отрыве всего этого хозяйства. Если есть ID, они могут по этому ID найти рекламодателя, рекламодателя наказать. Ну, то есть нифига ты заплатил, медузе условная, которая признана, как это у нас называется, нежелательной организацией. Вот, это уголовка, на самом деле, уже. Вот, и это как бы, ну, такие опасные. Короче, нужны какие-то бизнес-модели, которые можно было бы получать деньги с места. Проблема в том, что все рубли, да, которые ходят сейчас в России, ну, и в Белоруссии, а тоже уже рубли. Белорусские. Белорусские, да, ну, или там. Белорусские, ужас. Они принадлежат Путину лично, буквально, то есть я не шучу, это как бы не какой-то там, любой рубль, любой рубль, который, ну, как бы по России ходит, он учитывается, и, ну, как и любая, как и любая денежная банкнота в любой стране? Он в любой момент может ее забрать. Как и любое государство? Как и любое государство? то есть вот этого. А, окей. Соответственно, соответственно, вот третий проект, я еще его не запустил еще в процессе, как бы осмысливания вообще, как бы, короче, нужны бизнес-модели, которые бы вот избавлялись от внутренней валюты какой-то, да, но в том не менее позволяли бы зарабатывать вот этим всем свободным медиа, и в том числе и VPN, и средственного хода блокировок. Крипта? Крипта, да, единственный выход у тебя остается крипта, то есть вот третья задача какая есть, кстати, все могут этим тоже позаниматься, это популяризация крипты. Тем более, что это выгодно, налоги платить не надо, например, в некоторых случаях. Ну, как не надо? Ну, можно не платить. Легально? Конечно, нелегально. Но Советский Союз так и рухнул. Нет, все так, все так, согласен. Ну, то есть, когда люди перестают, ну, как бы, государству доверять, соответственно, что ты налоги будешь оплатить, чтобы они их там, во-первых, украли, во-вторых, они там где-то в Украине, их там, да, танки построили, что ли. Вот. Это третий пункт, ты сказал всех пять, да? Да, это третий пункт. Четвертый пункт, который тоже немаловажный, считаю, и вот мы сейчас тоже открываем на эту тему проект, это санкции. Ну, точнее, он там давно есть, это, если, да, у ФБК, у них есть там список, да, шести тысяч человек. Я в нем, как бы, тоже активно участвую, туда людей вносим, вносим и так далее, как бы, людей там, там не просто туда прийти и кого-то написать, там бывают ошибки, бывают, кого-то забыли наоборот, кого-то просто внесли, но вот эти все фамилии, которые там есть, айтишные, да, это, ну, как бы-то я занимался, там, лоббировал, так скажем. Волош? А? Волош? Волош в том числе. Что, ему там заопровят отмену санкций, как думаешь? Ну, я думаю, надо поступать точно так же, как поступил он. Ну, то есть, он же не продавал Яндекс.Новости, не закрывал Яндекс.Новости, ну, вот и санкции ему так же не закрывать. Он же, ну, полтора года сидел, ждал, подождать полтора годика. Справедливо. Ну, нет, опять же, он может что-то начать делать, то есть, я считаю, что в его-то положении, там, заявить, что он там против войны. Все это очень выглядело прям, прям мерзко, лицемерно и мерзко. Абсолютно. Надо что-то поднять, жопу, он талантлив, он самый талантливый человек, которого в жизни я встречал, это Волош, это правда. Он может что-то сделать, он может что-то придумывать. Ну, в конце концов, не мне же одному бегать. Совсем надеяться. Пятый пункт. И пятый пункт, это взаимодействие с Бигтехом. Ну, потому что сейчас у нас все ресурсы, которые как бы существуют, это Телеграм, это Ютуб, ну, и какие-то там другие, какие-то там компании, там, не знаю, Клаудфлэр, например, или Акамай какой-нибудь, которому пока удается вот эту информационную блокаду как бы прорвать. Вот. От них нужны технологии, от этих Бигтеха нужны ресурсы тоже какие-то, ну, и просто, типа, отношения, там, не знаю, чтобы не блокировали кого-то. Но сейчас же с этим должно быть попроще, потому что на волне популизма из-за войны, к сожалению. Ну, проще не проще, но смотри, там же, ну, там, ну, тот же Телеграм, тот же Дуров, например, да, у него нет никакого там штата в том, что там техподдержки, это все волонтерски считают, что волонтерские как бы вещи, вот, но это же расходы, вот, он бизнесмен, у него как бы тяга к сокращению расходов, вполне себе естественная, тем более, ну, не производственных расходов, а это не производственные расходы, вот, поэтому они там просто могут не знать, например, кого-то, ну, не понимать, как это работает, а с гуглом еще хуже, они там в своем мире, Америк, это, они вообще не понимают, что здесь происходит. Это корпорация здоровей, не шаг. А как, да, а как отличить, там, хорошего русского от плохого русского, а как отличить, ну, вот то, что я говорил, нужно общаться с местными активистами, с местным гражданским обществом, я, по крайней мере, пытаюсь быть каким-то мостом, вот, с этим гражданским обществом, что-то удается, что-то не удается, но это тоже работа, и она важная, на мой взгляд, и она тоже, блин, она времени отнимает. Ты проводишь еще конференции? В какие из пяти пунктов входит вот эта деятельность по конференциям? Конференция была задумана как временный проект, это, ну, это, в общем-то, по всем, да, это, ну, получить новые идеи по поводу, ну, вот этих всех пяти пунктов. Эти все пять пунктов были сформулированы на этих конференциях, так скажем. Конференция называется «Интернет без границ» и «БГ», их прошло уже 11 штук, мы их начали в мае месяце 22-го года, вот, они предназначены были для того, чтобы как-то помочь комьюнити, ну, миграции, да, а, все, у меня смочилось, я хотел задать следующим вопросом, почему, уехав в Европу, название конференции на русском абсолютно под русскоязычного человека, теперь понятно? она там интернет-рюзалбордерс, она, вот, ну, кстати, да, это отдельная моя боль, потому что она, вот, здесь вот к 11-ому, вот, последний прошел в Амстердаме, и она уже была на английском языке, и меня это дико бесило, с одной стороны, с другой стороны, я уже ничего сделать не смог, потому что, как бы, там партнеры, их там много, и вот они там уже более-менее уже, это, это же тоже хорошо, ты на партнеров распространяешь информацию, что у вас происходит, на русском-то они это поймут, да, ну, это важная, да, еще ситуация, чтобы рассказать, опять же, там, во Франции, условно, там, чтобы люди понимали, вообще, что-то происходит в России, кто хотел, приходил, там, естественно, это все на французском было, вот, но все-таки, да, для эмиграции все это делали, и поэтому надо было как-то это, ну, короче, да, вот эта большая конференция, как бы, главным там был хабом, это Эквалите, такая канадская компания, ну, НКО тоже, канадская НКО, вот, кстати, по поводу всяких разных НКО, вот, есть канадская, например, они причем активно работают и с украинскими тоже НКО, ну, тоже интернет-правозащитниками, вполне себе активно, и вот этот проект тоже сделали мы с ними, я не знаю, дальше мы решили, вот, после Амстердама, ну, в начале августа, по-моему, прошел, я уже забыл, и в конце июля, июля. Я, по-моему, в июле, в июле было, точно не в августе, уже, уже сейчас, да, уже начинаешь, что называется, 22 конфы за год, по факту, 11, 11, я бы два раза увеличилось, в 11, почти каждый месяц, фигачили, есть ли какой-то профит очевидный, который уже, да, ну, во-первых, как бы, ну, там, какие-то идеи были сформулированы, какие-то вещи, там, хакатон у нас, кстати, был, там, первый день конференции, второй, там, иногда третий день, еще хакатон проводится, на хакатонах была куча задач, порешали для, там, опять же, СМИ в изгнании, какие-то вещи, там, где-то боты писали, телеграм-ботов, еще что-то делали, там, то есть профит здесь сейчас настолько немало, что, в принципе, не стоит вопрос такого, да, люди между собой пообщались, опять же, там, по итогам конференции, вот, запустился мой третий проект, это на связи, это служба технической поддержки, ну, я на самом деле просто устал сам этим делом заниматься, настолько много народу обращались, там, по поводу, там, не знаю, утерянных телеграм-аккаунтов, я, кстати, про на связи ничего так и не науглил, совсем, что-то новое, видимо, новое, да, мы запустились в апреле, только вот запустились, у него там сайт есть, почему, нагуглить, сейчас, по-моему, появились, вот, после блокировки VPN по протоколам, там, они сделали проект, который разошелся хорошо, вот, но это же такая тоже оказиональная очень история, когда, ну, вот этот медиапроект, ну, сам знаешь, они там могут долго-долго, как бы, вариться, а потом выстрелить, а могут и не выстрелить, как бы, ну, по-разному происходит, это, по сути дела, медиапроект, который там прямой вообще, там важная задача, которую он выполняет, и он сейчас, он выполняет эту задачу, уже, ну, как бы, достаточно, на достаточном уровне, чтобы какие-то решения принимать, это сбор информации о том, что происходит в России, вообще, вот, с этими, блокируют VPN по протоколу, люди пишут, мы понимаем, какие города, какие протоколы, какие операторы, ну, просто вот собирая вот эти данные, там еще какие-то вещи проходят, там, не знаю, вот эти новые сертификаты, то, что в России, там, пытаются сделать самописные. наш ТПС, который вешивается, сертификационная, да, центр, центр выдачи, да, 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 и вот эти все, certified, а какой смысл, если их никто, кроме там, трех браузеров, российских, не признает, вот в этом и смысл, да, нет, это же, они же как бы пытаются, сервисы, которые там, типа, несут какую-то нагрузку, там, как-нибудь, МОСЭНЕРГО, например, МОСЭНЕРГО все платят, привыкли платить за электричество, вот, через МОСЭНЕРГО, и, как бы, а сайт, он вот только с этим сертификатом работает, они постепенно делают, они, как бы, за 10 лет, они научились, как это сделать правильно, то есть, там, шашками полететь, это же выглядит, это выглядит, как следующий шаг после пакета яровой, когда пакет яровой обезличенные данные, а тут уже тебя заставляют пользоваться конкретным ПО, в котором просто будут сливать каждый твой набранный символ. Именно, именно. Это, это не только так выглядит, это так и есть. Вот, потом, то, что, ну, мне там, конечно, удалось, вот это, по поводу хайпа я говорил, вот это вот та самая история, это когда мне слили из Ростелекома, что они готовят YouTube, прокладку, прослойку, да, прослойку под YouTube. Это же ТЛ1 появилась, да, это, да, это я и запустил, эту всю историю, ну, мне слили, да, я объяснил, что это происходит, и потом уже, как бы, сми разнесли это все. Идея какая, это открытый софт, я, ну, не особо в это, как бы, вникал, да, но потом, там, пришли ребята, рассказали, что оказывается, там есть несколько проектов, открытого софта, ну, open source, буквально там, с гитхаба берешь и скачиваешь, они, видимо, какой-то из них использовали, который просто меняет морду на YouTube, вот, то есть, это, как бы, ты, ну, как, как это объяснить-то, то есть, сайт, да, вот на нем HTML, который, как бы, тебе принадлежит, но он обращается, имбедит видео, которое с YouTube. Ну, прослойка, веб-прослойка. Вот прослойка. Ну, и, соответственно, раз ты, у тебя вот эта вся штука есть, ты можешь какие-то алгоритмы строить, какое-то видео показывать, какое-то не показывать. Вы будете смотреть YouTube через госуслуги. Да. И только тот, который разрешен. Вот, слили, вот эта буря в стакане произошла, все немножко побурлили, Ростелеком тут же его удалил, этот проект, ну, в смысле, там, не знаю, удалил, не удалил, потому что уж не знаю, как это все, попытались какую-то придумать отмазку, что это типа, это мы тестировали, я правда все это с трудом представляю, знаешь, как тестирование такое, типа, как поведет себя наш Запорожец, когда мы его об стену уебем, вот, но Запорожец там жалко, поэтому давайте мы вот у соседа отберем Мерседес и уебем его, типа, и что вы посмотрели, что вы тестировали-то, типа, как вы грабите, файл, как вы воруете контент у Ютуба, вот это, я не понимаю, как это происходит, мы же с этими людьми учились в одних вузах. Нет, так задача ж понятна этой прослойке, абсолютно полностью, это контроль трафика на Ютуб, возможно, постепенное отвыкание пользователей от Ютуба через буевую прослойку. Ты как-то себе представляешь, совещание проходит, в Ростелекоме, проходит совещание, типа, как нам контролировать Ютуб, такие, кто-то такой встает руку, а давайте мы будем воровать контент у Ютуба. Это же воровство, вот это воровство, вот в чистом, незамутненном виде. Ну, во-первых, нет, почему это воровство? Ты можешь имбедить видосы из Ютуба, потому что они под лицензией опенсорсной. Разве? Там лицензия своя, Ютубная лицензия. Там common creative что-то такое. Нет, там не common creative, кстати, надо посмотреть, это хорошая история. Ну, как минимум, у тебя в настройках по умолчанию обычно, как у автора, включена настройка, что его могут имбедить, имбедить как минимум. Если они будут скрапить как-то просто, конечно, это другое. Нет, ну, одно дело имбедить, другое скрапить. Окей, так, даже если так, почему нет? Да, не сказали, будем пиздить. Ну, типа, тут торренты разрешены, разрешили в прошлом году. Ну, come on. Это предсеансовое обслуживание, да, еще это самое смешное. Ну, просто это очень неочевидный способ был там главным коперастом в России. А, вот в чем проблема. А тут они такие, они что, мы будем воровать? Я не на совещании, я просто, вот я представить себе даже не могу, то есть вот кто на совещании, да, вот они сидят в пиджаках, в галстуках такие, ну, давайте будем пиздить контент у Ютуба. Это как раз, хорошая идея. Как это происходит? В каком месте вот эта развилка произошла, я до сих пор не понимаю. А как ты думаешь, это реальный проект, в смысле он войдет в жизнь? Или это просто проводит? Ну, сейчас уже нет. Мне кажется, сейчас уже не полетит. Ну, ну, во-первых, там сразу, видимо, на совале, собственно, там другие коперасты, видимо, пришли на совале Ростелекому. Носовали, насовали, это вариант-то классный для них. Нагрузки они будут держать, контент блокирует, смол. Google, я тоже предупредил, Google же тоже может эти все вещи пресекать. По API-шечке как-нибудь заблокируют? Ну, они сказали, могут. Хорошо. Опять же, это open source, то есть у них там были проекты, кстати, такой же проект я видел в Казахстане, я потом искал-искал где-то в канале, писал про него, но не смог найти, это было там типа в 21-м, может, в 20-м году. Короче, они сделали примерно то же самое, там же они тоже блокировали какое-то время YouTube, вот, и они запилили тоже вот такую морду для YouTube, в котором убрали комментарии. там что-то, видимо, не нравилось, что писали в комментариях, и счетчики какие-то там свои поставили просмотров, и там какие-то счетчики, там 3,5 триллиона просмотров, там, у какого-то там видео, когда какой-то там чиновник, там, короче, заикаясь, косноязычно объясняет, как надо правильно жить, по его мнению. Ну, видимо, нам долго не хватило, да? Не нашел, не вспомнил. С этими блокировками вообще какая-то мутная тема, типа почему нельзя просто взять и заблокировать YouTube? Потому что народ будет недоволен, потому что это сложно технически, или почему? Он же им очень сильно мешает. Я думаю, да. вот я думаю, они там с этим Google-то переговоры ведут, они же Google ограбили еще, там же на сколько-то там миллиард долларов они их уграли, там порядка миллиарда долларов они уграли. А какие им переговоры могут после этого вести, о чем? Ну, вот тоже не знаю, видимо, они и не ведутся, переговоры. То есть ФБ они взяли, отключили, Инстаграм взяли, YouTube не отключили. Опять же, я не знаю почему, да, я не могу заглянуть. Как тебе кажется? Есть несколько гипотез, ну, гипотеза номер один, в том, во-первых, они же сами вкладывали огромные деньги в YouTube, ну, в контент для YouTube. Ну, там тот же Соловьев, этот, Малафеевский, это как он был, Царьград, пока их не удалили. Вот, но там же куча проектов, которых мы просто не знаем. Ну, в силу того, что мы в другом пузыре. Нет, их удалили, что уже теряется? Их удалили. Нет, у них другие проекты есть, которых мы не знаем, которые там, вот, для них все так однозначников, например. Окей. Какие-то там есть проекты, просто каналы, которые там смотрят, там, несколько сот тысяч человек в России. Но в массе они, типа, делают нормальный трафик. В массе они делают нормальный трафик, много. Они, в этот контент были вложены деньги. И они, насколько я понимаю, признаются там довольно эффективными. Ну, то есть, с точки зрения пропаганды, они довольно эффективные. Там же идея, это вот этой всей пропаганды, не в том, что они там все говорят, там, типа, это у Феди Кашининникова, это российский политолог такой есть, у него есть вот объяснение, вот этого феномена, то есть, как работает российская пропаганда, они делают очень много разных пузырей, в которых, как бы, там, говорятся там абсолютно противоположные разные вещи, вот, но которые сходятся там где-то в одном, что Путин великий. Угу. Понятно. Во всем основном, они там между собой ругаются, обрати внимание на этих, ну, не хочу сказать, чтобы ты там себя так мучил и смотрел Соловьева, но как-нибудь включи его просто, в любом месте, рандомно. Иногда бывает, долетает. И там выяснишь, что там, как бы, они там ругаются, орут друг на друга. И у них, смоя, да, и у них там полное впечатление создает, что там плюрализм, мнение, что там разные группы какие-то между собой воюют, там, влюбишь ты Соловьев, даже Путин сам. Это же, блин, это же шизофрения натуральная. Он же одним ртом, тем же самым ртом говорит, что Украина Ленин создал, и тут же они восстанавливают памятники Ленину. Ну, то есть они, получается, ну, шизофрения. И эта шизофрения, она не просто так. Это прямо, я не скажу, что это план какой-то, оно так получилось. Тебе нравится Соловьев, вот тебе послушай. послушай про Соловьев, но там будут говорить, что Путин велик. Вот тебе не нравится Соловьев, ты монархист, вот тебе тот же Малафеев, который тебе будет говорить, что там царь-батюшка, Путин велик. Вот тебе эти все ЛДПРовцы, которые, эти гопники, вот они там между собой что-то там как бы общаются, вот, но Путин велик. Вот так эта пропаганда работает, и Ютуб там отлично в этом деле им только помогает, поэтому это первое. почему они не блокируют. Второе, это инфраструктура, Ютуб, это часть только инфраструктуры, там же есть Google Google Cash, который экономит какое-то невероятное число процентов трафика междугородного, вот этого, Россия большая страна, у которой довольно большой трафик, вот это вот именно между городами. там полоса экономится колоссально, да, вот на этом, на Кэше. Третье, это то, что они там, скорее всего, действительно опасаются политических, политических последствий. И, наконец, четвертое, я думаю, вот это важное тоже, я пытаюсь как раз это доносить, в том числе до тех, кто на той стороне сидит, чтобы они это тоже понимали, что Google тоже может заблокировать Россию. Что он может там заблокировать? И такое уже, кстати, случалось в истории. После Крымнаша Google перестал работать на территории Крыма. Вот, поскольку, типа, оккупированной территории, они там начали по мелочи, там не работали Google документы, не работали там еще какие-то сервисы, Google ДНС, еще что-то там не работало. И это было прям больно. То есть там они там бегали кругами, какой Google нехороший. А тут, может быть, гораздо серьезнее. Они могут, например, заблокировать апдейты Google Play. И могут заблокировать апдейты Андроида. Это 80% аппаратов всех. Будут Huawei гнать свои сборки. А эти-то куда девать? Ты же Huawei-то не пригонишь все, ты же понимаешь, что это социально-экономическая система, которая завязана на других пользователей, а там, кроме этого, там же приставки, ТВ-приставки, это кассовые аппараты. Ты, ну, как бы там до хрена всего. Но с критической инфраструктурой, да, это проблема, типа, не с критической, кассовые аппараты, какие-то вещи из банковской сферы, еще чего-то. Ну, кастомерское устройство, да кому? Кто обновляет телефон? Да никто не обновляет. Все обновляют. Ты думаешь? Да. Он сам обновляется, и все. большинство там людей ставят приложение себе по запросу от каких-нибудь людей, которые умеют. Мне кажется, проблема не такая большая, если Android обновление отключает. Ну, приложения обновляются, тем не менее, там все ходят, все делается, это все. приложение обновляет. Приложение обновляет. А этот, а Пуши, который Firebase, это же тоже инфраструктура Гугла, а Google DNS, это будет больно, который 4 восьмерки, они же пытались, когда умное голосование пытались мочить, мы получали от некоторых регионов, они заблокировали Google DNS. Подожди, Google DNS не будет никого волновать, если будет шатдаун. Мне кажется, что блокировка... так это первый шаг, шатдаун, нет, подожди, шатдаун, это уже... Хотя шатдаун, это уже полный конец, там уже... Это уже будет означать, что там уже начали резать друг друга. Самое плохое, что может произойти, с точки зрения интернета... Резать друг друга в смысле? Резать, ну мы это наблюдали же. Слушай, я с этими шатдаунами давно довольно-таки изучаю эту тему. На меня вообще первое впечатление, какое произвело, шатдаун был в Конго-Киншаса. Ну вот так вот, когда я уже был в Азии, уже как-то более-менее осознанно уже занимался изучением, о чем в общем мире происходит. Потому что не только же в России блокировки, не только же это. И там как раз вот этот пример Конго-Киншаса, когда они там в один момент, там по-моему, пять тысяч трупов. Выборы какие-то были, местные. Понятно, проиграли, ну эти местные, авторитарные власти. Там такая же херня. То есть это где-то не уникальная абсолютная ситуация, которая там, что в Беларуси, что в России. И там местный царек, говорит, отключить интернет, и говорит, кто больше всех поступает, пять тысяч трупов. То есть статистически шатдаун, это уже начало тревога криминала звездица. В Беларуси было то же самое. А я, кстати, не знаю, Беларусь была доступна эти три дня извне или нет? У нас-то ничего доступно не было. Ничего не было доступно. Ну, вот это как бы один из тех практических моментов, которые, да, когда по поводу вот этих всех изучений шатдаунов, то, что там Телеграм худо-бедно работал. Подожди, а, Чебурнет равно шатдаун? Немножечко другое. Ну, чуточку другое. это типа следующий этап. Чебурнет – это к вам нем. И он уже наступает после шатдауна при неуспехе? Шатдауны ты можешь организовать, ну, отключение интернета по приказу властей, если там совсем точно говорить. Это, ну, как бы история про то, что ты реактивно действуешь. То есть, вот у тебя произошла какая-то ситуация, выборы, на выборах вышел куча народу, надо отключить Казахстан, этот Шавкет, ну, там старик, старик, уходи, чтобы вот этого все невиданное отключить. Они же там это объясняют, почему там типа террористы между собой договариваются. И потом фигак, у них там днем вдруг выясняется, что террористы спать ушли, да, а им надо документооборот как бы отправить. Вот, интернет, отключение интернета это больно со всех сторон, это больно и государство, тем более таким развитым странам, как Россия и Беларусь, ну, в интернетном смысле, потому что это же и государственное управление все на интернете построено. Понятно. И банковская система вся на интернете построена. И коммуникация там между кучей-кучей компаний. Понятно. И это, когда ты отключаешь... А чебурнет не подразумевает? Чебурнет подразумевает, что внутри-то типа все работает, документооборот-то весь ходит. А, то есть шатдаун это когда и внутри все вырубилось, вообще все вырубилось. О как. А вот это вот, ну, как бы суверенизация, вот это вот, ну, назвали чебурнетом, да. Вот. Это как раз история, что типа вот они типа весь мир отключили. Вообще, ну, по терминологии access now, в России сейчас уже идет шатдаун, причем очень длительный, и, по-моему, он сейчас, это рекорд поставлен по экономическим последствиям. Отключение интернета. Ну, как бы блокировка таких больших платформ, как там Facebook, Twitter, это тоже считается как одна часть, как бы, ну, частичный шатдаун. Потому что эти платформы, на них же довольно бизнес завязан. Ну, в России был, например, Instagram прямо был. Да, 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 все мы помним плачущие лица девушек, парней. Вот. Он реально эффективно работал, то есть, ну, общался с людьми. Рекламная платформа, да. Рекламная платформа, он просто как-то вообще великолепно в окол это бизнеса, он работал идеально. Два вопроса про блокировки. Давай. С YouTube разобрались. Объясни мне, почему Facebook, Instagram сблокированы, WhatsApp нет? Одна и та же главенствующая компания Meta. Более того, они же Meta, ну, вот эту компанию Meta, которая, Facebook бывшая, Meta теперь называется, да, они же признали ее еще экстремисткой. Это значит, что, ну, если кто-то из россиян там денег им перешлет, это будет финансирование экстремизма, это уже уголовное дело. Так. Не просто так. При этом, да, они в WhatsApp, более того, у них в WhatsApp какие-то там еще переписки, там буквально чуть ли не официальные. И это, блин, странно. И это вот, это вот та самая шизофрения, которая, что Ленин основатель Украины, но памятники Ленину мы восстановим. Сложно. Сложно. Я не знаю, почему. Очень трудно как-то вот, ну, как бы объяснять действия сумасшедших. Слушай, ну, есть же объяснение на поверхности, типа, очень простое, что WhatsApp сливает данные. Он же, наверное, первый месседжер по количеству пользователей в России. Я слышал тоже такие, ну, как бы, слухи, да, что типа, вот, WhatsApp работает, но я ни разу не видел их подтверждения. У нас же был еще проект у Ази, который там не особо заметил, но мы тоже его там как-то остановили, хотя надо бы его продолжить, но у нас уже нет никаких сил. Она у нас называлась карта репрессий. Мы собирали все случаи, когда было преследование за слова в интернете. Уголовные, какие-то еще. У нас там за какой-то срок там определенный, это было там порядка тысячи человек уголовных дел, посаженных людей, буквально. Вот, но это за какой-то срок. Сейчас, наверное, там очень много людей, больше как бы сажают. Вот, но там не было ни разу про WhatsApp, там было 2-3 дня, 2-3 дела было про WhatsApp, вот именно уголовных, и там была переписка, но они телефон тупо отбирали и в телефоне смотрели, никогда не было переписки из этого. Основной поток идет ВК, то есть 90 процентов. Понятно, там пришли даже без бумажек и слили все, что ли? Я думаю, что там даже хуже ВК сами, там кого-то. А, сами. Мне показывали типа скриншот, я верю, не верю, не знаю, правда он, не правда, но мне пока не публиковал, не публиковал, не помню. Типа интерфейс мента ВК. То есть они им сделали интерфейс и соответствующие менты просто могут заходить в ВК и смотреть, искать что-то там, смотреть всю переписку у кого попало. Даже на уровне слуха. Поэтому еще раз, там кто-то если сидит в ВК-шечке, там слушает какую-то музыку и особенно имеет у себя приложеньку на телефоне, я вас поздравляю, вы дебилы. Потому что даже если вы за границей, они видят, где вы находитесь с точностью до метра. А как определить вообще, какая компания такой информацией владеет? Ну условно там ВК хорошо, с Яндексом нам тоже все понятно достаточно. Вот там, не знаю, Тиньков, еще кто-то. Это все. Подпись логике, все компании, которые о нем потенциальном, должны будут сливать данные. Не должны, сливают. Даже если сейчас не сливают, к ним придут и они все сольют. Ну потому что, а как? А что они сделают? Придут, маски-шоу, просто вытащат все сервера. И это не повод нормализировать такое поведение? В смысле, не поведение, а эти компании? Ну нет, это не нормально, но с другой стороны, я их понимаю, а что они сделают? Ну у них просто и пароли заставят ввести. А людям что делать-то? Людям, которым не пользоваться. Ну как вообще ничего не пользоваться? Ну российскими компаниями точно не пользоваться. Так а в России другие недоступны? Ну тогда, не знаю, создайте себе какой-то там, как-то, тяжелый вопрос. Конспиративный телефон и пользуйтесь этого конспиративного. Ну хотя бы не пользуйтесь одновременно с одного телефона, если вы там действительно активист какой-то, это прям, ну прям как бы это. Ну что значит не пользоваться? ВК там можно не пользоваться? Да, это факт. Это факт. Яндекс.Музыкой же можно не пользоваться. Ну видишь, кажется, что для большинства населения пока в двери товарищ полковник не постучал, как бы и уроза никакой нету. Но когда уже постучит, будет поздно. Будет поздно. Как ты думаешь, что больше наступает на пятки, не на пятки, заноза в задницу больше, Телеграм или Ютуб для правительства на сегодняшний день? Да оба, наверное. Но на сегодня это как бы единственных два более-менее свободных источник информации для россиян. Но я так понимаю, если Ютуб заблокировать будет прям совсем больно для государства, потому что могут быть ответные блокировки, то Телеграм заблокировать сложно? Или... Там та же самая история, что с Ютубом по поводу пропаганды. Они вложили какие-то колоссальные деньги в развитие всех вот этих информационных ресурсов. Все вот эти Z-гниды, у всех там Телеграм-каналы, и это как бы тоже используется как пропаганда. Почему-то не модерироваться в Телеграме. А как? Ну как? Ну по запросам, по заявкам. А нет такого интерфейса. Такого интерфейса, ну типа есть интерфейс пожаловаться. Вот, пожаловался. В Ютубе тоже есть пожаловаться. Типа Ютуб блокирует в слоевых всех остальных. Есть несколько вещей, которые Телеграм блокирует точно. Когда речь идет, во-первых, о доктинге, это то, что делал Губопик, например. Доктинг? Доктинг – это раскрытие персональных данных массово. Ты имеешь в виду покаянные видосы? Да. Ну то, что, да, покаянные видосы, то, что они же не просто там покаянные видосы, они же фамилии называли, вот это все. Ну да, да, да. Адреса когда-то, вот это называется доктинг. Ну раскрытие персональных данных массовых, да, для каких-то определенных целей. для цели преследования. Могу БОПИК мы тоже нормально скрывали? В смысле, была куча контр... Их тоже было. Их тоже... Ну, вот те, кто... Там были в том числе и белорусские каналы, которые тоже блокировались за раскрытие информации, персональных данных ментов. Были такие случаи, когда блокировали их. Я не помню сейчас там, кто назвал. Я просто почему спрашиваю, потому что в Телеграме явно больше таких каналов, которые вроде как совсем ебанутые, но их редко блокируют. Я это связывал с тем, что у Телеграма маленькая команда модераторская. Сильно меньше, очевидно, чем в Ютубе. Нет, но там еще отношение Дурова к свободе слова. То есть он считает... Он считает, это личное его мнение. Я знаю, потому что я общаюсь с ним. Вот. А у него вот прямо... Почему я должен новостной канал? Он новостной канал. Он публикует новости. Да, они тебе не нравятся. Но точно так же они придут и скажут заблокировать твой канал, потому что им не нравятся твои новости. Я не хочу быть судьей. Для этого есть у вас равные условия. Конкурируйте. Окей, окей. Это его мнение. И возможно, там есть какая-то договоренность опять же с властями. Он, кстати, платит штрафы. Дуров в России ему штрафы выписывают. Там не такие большие, как Google. Там какие-то миллиарды выписывали штрафов. А Telegram, по-моему, там что-то около четырех миллионов рублей. Вот недавно ему какой-то еще штраф выписали за раскрытие, опять же, персональных данных. Как ни странно. Не знаю, там оплатят, не оплатят. Но мы видим, в России же открытые, типа оплаченные штрафы, это же открытая информация. Вот. Мы видим, что эти штрафы оплачены. Но в целом же Telegram, можно сказать, уже критическая инфраструктура для России. То есть там нам вряд ли даже, если захотят заблокировать, будет сильно больно. Да, у них много, ну, в том числе пропаганда, в том числе какие-то свои эти. И вот по поводу, сливает ли дуров информация. То есть вот по поводу WhatsApp, давай вернемся к этому, да, на шаг назад. Ты сам сказал, я не хотел спрашивать. Давай так, вот аргументы по поводу, как бы, есть или нет, типа, сливов из этих мессенджеров, мое мнение нет. Вот, ну, как бы, у меня есть несколько аргументов, как бы, ну, вот есть гипотеза, да, то есть я не знаю точно, может быть, и есть, я не могу доказать этого, да, что вот, ну, у меня нет ни документов каких-то, там, не знаю, там, записи переговоров, опять же. Ну, это примерно то же самое, что и те, кто утверждает, что есть какие-то, да, взаимодействия. У них тоже нет никаких документов, и там, не знаю, утечек договоров тоже никаких нет. Но то, что мы видим, да, по крайней мере, во-первых, количество уголовных дел, которые связаны с Telegram, WhatsApp, ну, там, другими какими-то платформами нероссийскими, оно сильно меньше тем, сильно меньше, чем с российскими. Угу. Если какие-то и были кейсы, которые связаны с Telegram и WhatsApp, Google, там, Facebook, Instagram, то они все связаны, там, ну, типа, опубликовано, и человек сознался, что это он опубликовал. Это же понятно, почему таких дел меньше. Потому что никакого влияния не имеешь. Не имею, да. Ну, и то, что они не сотрудничают, да, вот этот... А, это есть... То, что они, типа, их не блокируют, потому что они сотрудничают, там, типа, аргумент есть. Вот. Но там есть же аргумент, опять же, то, что они сами пользуются этими мессенджерами. Ну, то есть вот эти все ФСБшники, они все точно так же сидят в Telegram. Если бы они знали, что там что-то свистит в Telegram, они бы сами ими не пользовались. Валидно, валидно. Ну, то есть если ты знаешь, что это как бы, ну, там, я сам... Валидно при условии того, что мы знаем, что ФСБшники пользуются Telegram. Ну, они пользуются Telegram, но мне, по крайней мере, сами описали много раз. В личных целях, ну, в личных целях. Ну, окей, окей. В принципе, валидный поэнт, согласен. Нет, так они там тоже в Telegram-каналах написаны, они же тоже пишут. Вот нам сообщили в Telegram, нам написали в Telegram, мы... Ну, я просто не верю, что ФСБшники будут по оперативным зданиям пользуются. ФСБшники – это этот пресс-секретарь, как его зовут забыл, Песков. Ну, уже несколько раз ловили, он там сам говорил, я в Telegram написал, я там что-то показывал кому-то, сообщение кому-то там, его ловили там камерой какой-то, что он в Telegram переписывается. Ну, окей, окей, окей. То есть потенциально у них может быть какой-то свой мессенджер? Ну, мессенджер сделать, там, мотормост какой-нибудь раскатить, как бы, говно вопрос. Да не потенциально, он точно должен быть. Есть российские мессенджеры у меня, кстати, приходили, рекламировались. Просто они же адекватно понимают, что они свою переписку отдают Дурову, либо там, кому, Фейсбуку, еще кому-то, если она не зашифрованная, там, peer-to-peer. Поэтому, с этой точки зрения, понятное дело, что этот аргумент не сильно-то и валиден. Он переписывается, Песков, в Телеграме, ну и что? Ну, если бы свистел, если бы эта переписка была доступна Фейсбуку, он бы не переписывался. Он там просто не будет писать то, что будет писать в мотормосте, который у него на втором телефоне, который в этом, в свинцовой камере. Ну, это ладно, это уже СПВС. Хорошо, пойнт хороший, я про это вообще не хотел спрашивать. У меня в голове, у меня к Телеграму отношение, в принципе, абсолютно нормально. Я просто всегда думал, что у них маленький персонал, но поинт валидный. Хотя в Беларуси были слухи о том, что силовики приходили к людям и по сетевой активности в Телеграме определяли, что люди дома. То есть как-то так получалось, что силовики приходили именно в тот момент, когда люди были дома, при том, что люди не светили свою сетевую активность. Ну, это же телефон гораздо проще. То есть если у тебя телефон просто есть, зачем Телеграму, когда у тебя есть прямо вот стукачок персональный у тебя в кармане лежит, называется Телеграм. Да-да-да, в этом плане тоже. Я не к этому хотел, я хотел к другому подвести. Если вдруг предположить, что они действительно могут мониторить, но они могут мониторить через операторов, через сормы, трафик из Телеграма. Что из этого трафика вообще можно узнать? Вот был буквально, не так давно был буквально вот этот слив, то, что опять же белорусские партизаны добыли, как-то он назывался, Хантер, по-моему, или не белорусские партизаны. Я, слушай, сейчас уже запутался, просто там столько этих всех систем, у них там Окулус был вот и недавно, я даже исходный код, они сливали. Охотник тем меньше, да? Охотник, вот точно, охотник. Это российская система, которая по куче информации. Да. Она, по-моему, вообще синтовая. Типа по куче открытой информации делает там всякие вещи нехорошие. Да. Да, она синтовая, прежде всего, да? Ну, то есть они там собирают те же публичные сообщения в Телеграм-каналах, в каких-то публичных чатах, подсаживается бот, и как бы это... Я, кстати, в канал регулярно проверяю на боты. Если там не синтовый какой-то, то... Ну, в смысле, что там что-то грабят, такой вот это вот, типа, нафига мне бот в подписчиках. Все в подписчиках. Вот. Там какой-то был деятель, он у меня просто все посты воровал. Ну, зачем, не знаю. И там идея заключалась в следующем. То есть, если был отправлен какой-то достаточно большой файл, ну, как бы ты отправляешь от одного пользователя к другому пользователю, то вот по размеру файла и по времени отправки, получения, можно примерно сопоставить, кто кому этот файл отправлял. И, соответственно, ты можешь сопоставить, кто в Телеграме с кем общался. Ты не можешь там... Ты конкретно файл не можешь... То есть, ты на одном конце смотришь, что такой-то размер файла улетел. Ну, там не размер, а размер потока. Поток, потока, да. Не файл, а там много пакетов, там примерно такое-то число пакетов. Такое-то время, такое-то число пакетов передавалось, и там где-то на другом конце посмотрели, что примерно такой же пакет принимался. Либо на звонки. То есть, там тоже создается поток. Ну, типа звонок, это мы можем, это по сетевой активности. Ну, с обычным снифером там можешь посмотреть. Вот поток и в какое-то определенное время и в другом. То есть, можно понять, что какой-то пользователь связывался с кем-то. С кем-то, да. Точнее, кто с кем связывался. Ну, не про что, не о чем они говорили, но сам факт связи. Да. Вот это можно определить при некотором навыке. И при, я так понимаю, немалых затратах. Немалых затратах. То есть, тебе нужно, ну, это прям много всяких условий должно быть, и вы там должны быть, у тебя должны быть данные из разных операторов, если вы там в разных операторах общались. То есть, условно, если вы общались в одном городе, там у одного и того же оператора, там МТС какой-нибудь, да? Вот ты в МТС, и твой абонент. Один сегмент достал, проанализировал. Ну, то есть, это вот логи у одного оператора можно посмотреть. Вот, ну, там затраты, представляешь, там на поиск, это же надо перелопатить все. Вот эти все логи. Это вот, собственно, яровая и делает. Она сохраняет, да? Да, да, и с ОРМами, и этим всем остальным. Да, да. Это яровая и делает. Вот. А если у тебя там другой оператор, у тебя уже сложнее ситуация, если один воспользоваться был за рубежом, то это вообще невозможно сделать. Ну, что один конец есть. То есть, если все пользуются VPN, это вообще невозможно сделать. Ну, отсюда вывод, пользуйтесь VPN. С VPN тоже вопрос, почему по протоколам просто не берут и не херачат полностью все? Вот сейчас начали херачить, вот, но херачить начали умно. Почему раньше не делали? Ну, видимо, приноравливались, учились, как это делать, видимо, разрабатывали эти все, вот, как они называют себя, сигнатуры, вот, как это делается. Почему? Потому что VPN – это, ну, вообще-то технология, которая используется, там, что называется, в народном хозяйстве довольно много и активно. Ну, то есть точно так же, как Android – это не только телефон, это еще и кассовые аппараты, то VPN – это еще и, допустим, банкоматы. Чтобы связать банкоматы в одну сеть. Безопасно, да. Камера видеонаблюдения. Компании. 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 Просто удаленные сотрудники, которых сейчас стал очень много. Если бы они заблочили все сразу, они бы просто себе отрезали здоровенный кусок инфраструктуры. Да. Но, тем не менее, мы видим сейчас случай, что начинают блокировки. Да. Значит ли это, что они какой-то свой протокол вводят? Вот они. Они придумали какую-то схему, ну, алгоритм, да, как они выявляются, вот VPN-ы, которые именно… А, то есть это выявление все-таки… Я думаю, да, что они детектируют эти VPN-ы. Я думаю, что это работает следующим образом. Ну, то есть вот эти открытые протоколы, которые все видят, ну, типичные WireGuard, OpenVPN, L2TP, IPsec… IPsec, да-да-да. Можно поменять порт, мы думали, что это как бы работает именно по порту. Нет, они вот именно работают сигнатурами какими-то. Но то, что знаю, опять же, то, что из утечек, там окно пять пакетов. Угу. Откуда они взяли и российские IP-адреса, у них есть такая штука, называется Runner. Это реестр… Я забыл опять эти аббревиатуры, все они эти русские… Честно, что я выведу здесь. Да. Runner… Короче, вот этот реестр, которых… Где собираются… Все IP-шники… Да, российские IP-шники. Они обязали всех операторов, все автономные системы, типа, регистрироваться в этом Runner. Если там российская автономная система не зарегистрировалась в Runner, то ее там подлежит… Суду и казни. Да, суду и казни. Ну, штрафом каким-то там, как минимум. Там что-то есть, какие-то санкции. Почему они не сделают свой протокол? Да, свой протокол, свой IPN. Сделают какой-нибудь свой протокол и просто его не захерачить везде, где им нужно, а все остальное заблокируют? Ну, вроде же, простое решение. Или это технологически может быть сложно? Ну, это, слушай, это… Приведрение. Ну, там, условный IP-сек, это же на оборудовании же реализован, то есть там есть железная реализация, для этого приходится. Во-вторых, это же сколько надо всех там перевести, и надо же его разработать еще. Почему раньше-то не разработали, да? Ну, типа, что дальше-то делали? Короче, накладные распады сильно здоровенные. Да, и разработать VPN-протокол – это, блин, ну… Ну, блин… Ну, это очень квалифицированная работа, и там не очень много специалистов есть вообще, в принципе, да. Протоколов-то, российских протоколов вообще, в принципе, там это же можно отслеживать, там… А, этот… Вот этот… РФСИ, который, да? Заходишь на РФСИ-эдит, рассмотришь там сколько-то. Там российских этих РФСИ-шек, дай бог, там несколько десятков. Рандом? Давай. Вопросы не из контекста. На что ты сейчас живешь? Вот такой… Почему вопрос? Потому что вроде как VPN-генератор – некоммерческая организация. Вроде как ОЗИ активно не работает. В каком-то ты из интервью говорил, что у тебя есть еще личные проекты. Типа, что вот я не VPN-генератором живу, поэтому мне надо предъявлять, у меня есть личные проекты. Ты можешь сказать, типа, чем ты сейчас зарабатываешь? Ну, у меня какая-то зарплатка небольшая в ОЗИ есть. ОЗИ, так. Да, у меня есть еще ряд проектов коммерческих. Я оказываю консалтинговые услуги уже как бы… То есть параллельно со всей этой деятельностью у тебя еще там нормальная… Да, международным организациям. У меня там несколько клиентов есть, которые мне в общем-то платят хорошие деньги. Как ты к Кушлеву относишься, Паша? Правда? Да, я понял. Ну, слушай, мы с ним в точке общаемся, у нас там есть чатик общий. Я бы не сказал, что мы с ним там дружны. Мы, по-моему, с ним даже физически это встречались раз или два. Мне просто… Почему спрашиваю? Потому что я не понимаю, почему в точке появляется постоянно чувак, который представляет технический пиар… Яндекса. Но он же не был… Нет, просто Пашу надо знать. Паша был… Я его начал смотреть… Я точку начал спросить уже после того, как он присоединился. Поэтому… Да. Паша… Он… У него была передача на центральном телевидении на ком-то, на втором, по-моему, канале. Угу. Он вел передачу о технологиях. Он вообще хороший рассказчик, если там не касается политики и еще что-то… Я слушал его подкаст до начала полномасштабного вторжения. В принципе, да. Ну, просто… Ну, он всякие истории умеет рассказывать. Он вообще… Так-то парень неплохой. Нет, он просто… Он все понимает. Он в чатике пишет. Он просто находится в России. И, ну, как бы, да, он… Ну… Сейчас он пиар-директор в Яндексе. Но он там недавно. Он там совсем недавно. Он там… Это еще больший ред-флаг. Ну, типа, камон. После вторжения полномасштабного пойти в Яндекс, работать на руководящую роль – это странно. Нет? Кушать-то надо что-то. Выбирай из двух зол меньше, что компании мало. Ну… Я почему спрашиваю? Потому что… Сложный вопрос. Да, я сейчас… Слушай, я честно… Я даже не задумывался. Если я сейчас… Тема с Яндексом болючая, потому что моя аудитория не понимает, почему я топлю против. Хотя я делал целый стрим, где прям раскладывал все грехи Яндекса, почему у меня мнение изменилось. И аудитория смотря… Вот эта аудитория смотря ту же точку, видя, как Паша Кушалеву не задает острых вопросов на точке, она как бы легитимизирует Яндекс. Типа, ну вот сидят крутые чуваки, общаются с Кушалевым, а он там пиар-директор. И… Чё это за херня такая? Ну, во-первых, интересно мнение, ну типа, человека с той стороны. Да? Он не настолько… Это валидный поинт. Вот. Он не настолько, типа, оголтелый. Ну, с оголтелым… Ну, откровенно он сливается на вопросы. Он просто сливается, да. Он просто сливается. И это, кстати, тоже хороший показатель. У нас с ним хороший… Ну, как бы это же передача не моя, это же передача Саши Плющева. Я там просто, ну вот, регулярно бываю, так скажем. И то не каждый раз, то там, ну раз отмазываюсь, наоборот. Иногда мне нравится, иногда мне не нравятся там темы какие-то. Вот. Ну, не в этом дело. Ну, это же, ну, просто как бы вот сидят чуваки и там пытаются как-то что-то пообщаться, попытаться объяснять людям о технологиях, да. И что происходит, какие-то новости там происходят, это вот в таком вот режиме. Мы там ругаемся частенько бывает. С тем же Пашей, по-моему, я несколько раз ругался. Бывало, бывало. Вот. С Гришей тоже я там не всегда… Гриша, он, конечно, гораздо подкованнее меня, он прямо… Даже у Гриши там иногда не сдерживалось реакция. Да. Но даже с Гришей тоже бывает, оно раз мы там что-нибудь там подцапаемся. Ну, окей, понятно, я понял. То есть это, ну, это же шоу, да. Просто было интересно услышать твои отношения, оно абсолютно понятно. А это же… Давай я еще раз как бы просто скажу, это же шоу. То есть не понимаете, не воспринимаете это все как будто это вот там типа истина в последней инстанции. Это шоу, оно развлекательное. Да, мы пытаемся что-то там рассказать новое, объяснить, что происходит. Вот. Но это не какая-то информационная, типа пропагандистская компания, да, передача. Это шоу, где мы там спорим, ругаемся и для того, чтобы именно вам было интересно. Окей, окей. Как ты сам к Яндексу сейчас относишься? К кому? К Яндексу как относишься? Да, слушай, сложно. Почему? Ну, вот там… Сложно… Это часть тоже какой-то моей жизни, да, я там с Яндексом там был связан, мне там жена работала в Яндексе, бывшая. Она… Это часть всех, на самом деле. Даже это часть жизни… Всех. Всех русскоязычных людей. И моей тоже. И это была, ну, это была великая компания. Вот без «Б», без всяких, это была великая компания, которую разрушили. Угу. Вот. Понятно, что там можно было что-то, наверное, делать, если бы и Стеголович был живой, может быть, и все бы пошло не так. И он, может быть, тоже бы принял решение, как он в свое время уже принял решение закрыть Яндекс.Блоги. Там топ-блогов там такой был, который тоже начали превращать там в политическое какое-то вот это вот… Даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть там тоже у них какие-то, видимо, там были терки. Я думаю, что я уверен, да, что он бы и новости бы точно так же бы закрыл, и до последнего бы бился за то, чтобы там, ну, вот эта вся цензура не прошла. Хотя бы там рассказы, еще что-то, и компания… Понятно, то есть я… Аркадий Юрьевич в этом отношении… Да, Аркадий Юрьевич… Просрали. 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 И, конечно, это очень обидно и, конечно, очень жалко. И… ну да, это как бы часть жизни, и что она вот была точно так же разрушена, как и остальные. То есть я отношусь примерно так же, как к России. Я люблю эту страну, я там… Я ее гражданин все еще, несмотря ни на что. Я родился там, я чувствую себя ответственным за то, что там произошло. Точно такое же отношение к Яндексу. Ты сказал, что кушать хочется, и у меня многие мои зрители… Ну, не многие, но часть из них… Часть зрителей мне писала и тоже говорила, типа, ну, что ты… Что ты… Вот ты можешь отказаться там от рекламы компании из России, из Беларуси, а нам так кушать хочется. И когда я говорю, типа, выбирай из двух зол меньше, пойди в меньшую компанию. Ладно, с Пашей кушали он там, у него должность очень специфичная, навряд ли он там найдет быстро такое. Но рядовой разработчик совершенно спокойно может пойти в другую компанию, просесть там на несколько сотен долларов и работать. Все равно люди говорят, купать хочется, и прикрываются тем, что инженерия и качество высокое. Как ты думаешь, это валидный аргумент на сегодняшний день? На сегодняшний день уже нет, ну, то есть абсолютно нет. Ну, опять же… Не только Яндекс там, ВКонтакте, куча таких… Я не хочу быть никому судьей. Ну, вот не моя задача это, да, чтобы там кого-то судить, кого-то осуждать. Вообще это плохая позиция такой, да, там такой стал, ну вот это, знаешь, типа в белом пальто такой стою, один красивый. Конечно, нет. И хрен его знает, вот если бы вот не так вот получилось бы, я не знаю, что бы я делал. Справедливо. Ну, то есть, с одной стороны, да, ну, то есть ты реально работаешь на упырей. Ну, то есть это упыри. Вот то, что кто в ВК работает, вот сейчас, да, еще бог с ним там два года назад. Ну, да, сажали людей сейчас-то. Сейчас не просто сажают, там сейчас вот буквально это же, ну, Газенбаген. И все, все, кто считает, вот все, кто работает в этом ВК, я считаю это, ну, вы работаете на упырей. Вот. Ну, то есть это не нежить, это смерть. Вот. Вот. И, соответственно, вы сами там рано или поздно станете зомби. То есть вот эта вот вещь, она даром не проходит. С Яндексом примерно такая же ситуация. Я думаю, что там через срок какой-то, если они там тоже не будут сопротивляться, опять, а кому? Все там более-менее кто там был активистов, они уехали. Вот. Естественно, остались те, у кого там, ну, вот этот порог как бы сопротивления ниже. То есть люди слабы, это я тоже, это тоже вполне себе понимаю. Как бы осуждать за то, что вы там, за вашу слабость, ну, так, так себе позиция. Согласен, согласен. Вот. Но в то же время я и поощрять тоже не хочу. Ну, то есть я не могу сказать вам, что вот вы там прямо вот все сволочи и твари, вот, но вы близки к этому и подумайте над своим состоянием, хотя бы задумайтесь над этим, не то чтобы там типа вот я сейчас все побежал увольняться, но вы хотя бы подумайте, что вы… Давайте так, давай вот так, не надо хотя бы быть там, знаешь, первым учеником. Можно быть как бы нормальным человеком сволочной компании. Это тоже возможно. Окей. В самом начале ты упомянул Microsoft, я сказал, что ты к Microsoft плохо относишься, я не знаю, где я это вычитал. Ну, что у тебя с Microsoft и так? С 2010 года не пользуются продуктами Microsoft, выписано у меня. Принципиально. Принципиально, да, не пользуюсь. Ну, почему? Ну, потому что как-то я проводил эксперимент, типа можно ли не пользоваться этим, я понял, что ну это Microsoft это говно. Ну, то есть концентрированное, как продукт, вот, как, ну, вообще, как это сделано с инженерной точки зрения. Ты имеешь в виду операционку? Да вообще любые продукты. GitHub? Ну, это не Microsoft, они его купили. Ну, они купили. Они его купили. И постепенно портят, как и все, к чему прикасается Microsoft. Подожди, GitHub они не портят, не надо. Ну, хорошо, хоть не портят. Ну, все, молодцы. Окей. Ну, LinkedIn, как они испортили. Ну, хотя тоже, ладно, LinkedIn еще более-менее. Ну, Skype самое... Вот, самое это Skype, да. То есть они взяли продукт и просто его изгадили, просто изговнякали вообще совсем. Их много так. Ну, у них же прям политика такая была, просто, ну, не застал, когда они там на корню скупали. Microsoft Office тоже ведь не был. Но, с другой стороны, когда пришел Сатья на дело, и они стали... Да, там более-менее, да, более... Если тебе не изменилось... Да, более-менее стало получше, как бы, ну, совсем, ну, там, когда этот был бесноват, этот... Баумер вообще. Это же, ну, это был просто трэш какой-то. То есть у него вся политика заключалась в том, чтобы найти хорошую вещь и изговнякать ее. Ну, то есть натурально. Вот цель жизни у человека была изговнякать. Поэтому я плохо относился к Microsoft, и, ну, как бы, не считал себя, как бы, ну... И, как, даже не знаю, сформулировать. Там еще много претензий, они же там пытались залезть, в том числе, там, в регулирование интернета. Там мы в Microsoft пытались залезть, да. Война браузеров, это же откуда она пошла. Есть W3C consortium, который пишет стандарты. Они пишутся, как бы, ну, вот эти все стандарты, они же не... Не просто там кто-то написал такой, вот так это все будет. Нет, там же диалоги происходят определенные, эти стандарты, они приняли, не приняты, будут приняты, не приняты. Вот, и, ну, типа, вот договорились там специалисты, что, ну, правда, хорошо, вот хорошее инженерное решение, которое мы будем использовать как стандарт. И тут приходит Microsoft, говорит, а, увы, я вот с горбой видал всех, я буду делать вот так. А почему? Потому что могу, потому что... Ну, они были маниполистами, но они были, да. Монополе, это плохо. Да, это плохо. Вот. И компания, которая, как бы, вот с детства, которая стремится к монополию, надо просто пристреливать на взлете. Ну, да, любого, кто там стремится к монополию, вот Google. Подожди, ну, если бы мы как-то определили, сейчас бы сильно другой мир, мы сильно. Да, да. Так и Google так же. Google же тоже монополист в некотором роде. Ну, они хотя бы, ну, не настолько ям, то есть они все равно там что-то берут, но они там и дают, да, там, не знаю, Go Pro, господи, Go Lang, например. Там, что, ну, немного чего хорошего сделали. Вот. И, как бы, в Open Source, Android. Да, они главный контрибутор в Linux. Microsoft сделал, C Sharp, Dotnet, куча-куча софта разнообразного. Насколько я помню, C Sharp это тоже был какой-то очень хороший проект, который они изговнякали. Которым сейчас пользоваться, насколько я знаю. C Sharp все отлично, я на нем 10 лет пропрограммировал очень. Ладно, я... Все отлично, просто он на рынке Java работает, Java там его сильно пришибает. Я поэтому и спрашиваю, по-моему, Microsoft у людей, потому что я C Sharp работал, работаю, и там все отлично. В принципе, там все классный язык, сильно лучше Java, он был сделан как убийца Java, он ее не убил, но он вел лучше. Ну, когда вот конкурируют, как это прекрасно. Да. А когда они выбиваются в монополии, это все, надо пристреливать. Ты читаешь фантастику? Можешь посоветовать, ты читаешь фантастику? Читаю, читаю. Я вспоминаю после чего, когда последний раз фантастику читал. Каких-нибудь три книги более-менее современных пусть будет. Можешь посоветовать, которые тебя впечатлили? Ну, вот этот. Все, наверное, говорят. Люцистин. Люцистин, да. Правда, хорошая книжка, реально офигенная книжка. Все книги офигенная. Ой, слушай, я как-то… Можешь пойти по классике? У тебя классика наверняка интересная. Шекли, вот эти все… Слушай, нет, я литературный критик, я так себе скажу. Я читаю или по делу, или когда мне надо расслабить мозг. Ну, просто потому что там, не знаю, тяжело. Ты, кстати, к чести говоря, сегодня уже одну посоветовал фантастическую книжку Лема, который про… А, Лема, да, кстати. Роевой интеллектом что-то писал про блог. Непобедимый. Непобедимый, непобедимый. Вот, рекомендую, кстати, Лем, да, он же… У него прямо есть книжки такие про Витческие прямо. Вот. Чапок опять. Тоже Карл Чапок. Тоже Карл Чапок, он сон роботов придумал, по сути дела. Факт. Интернет он тоже придумал, у него там тоже много было. Ну, как бы… Сейчас это как бы читается. Стругацкие, Стругацкие тоже можно там перечитывать. И я несколько раз там перечитывал некоторые книги, и там, знаешь, с каждым годом они по-разному читаются. Ну, типа… Раскрываются. Сам растешь как-то, да, сам взрослеешь. С другого видишь, с другого опыта. Да, с другого опыта. Это прямо перечитывать эти вещи. Вот. Ну, я думаю, я уверен, что просто сейчас есть много фантастики, которые я просто там не застал как-то, ну, по какой-то причине. Просто их много-много реально. И, может быть, я какие-то вещи хорошие сам не поймал, поскольку я не являюсь… Ну, я читаю, безусловно. Вот. Но я не являюсь там прям, знаешь, таким вот… Киберпанк мне нравятся книги. Угу. То есть там прям… Там… Господи… На фамилию у меня память плохая, извините. Ой, Киберпанк, наверное, много кто писал по вселенной. Гибсон… Вот недавно, кстати… А, это Нейромант? Нейромант, да. Нейромант, да. Нейромант, да. Я, кстати, попробовал начинать, но что там… Чувствуется, что книжка очень давно писалась. По-моему, Стивенсон еще там был. Софтуха, Мокруха. Вот это вот. Прям интересные тоже темы были. Хорошо. Леха Андреев. Вот, кстати, рекомендую две книжки русского автора. Леха Андреев, так прям пишется. Леха Андреев. Это, по-моему, паутина у него первая книжка называется. Вторая, 2048. Про что? Просить? Просить, про интернет. Прямо вот рекомендую. Я не хочу спойлерить, потому что… Я два или три раза прочитал эти книги, то есть даже не за один раз. И прямо вот иной раз кажется, что чувак как бы что-то знал. Отлично. Хорошо. Зачет. И последнее несколько вопросов. Не знаю, кстати, насколько лично или не лично. У тебя на руке татуировка часто видна. Да. Что там написано? Что за… Это формула всего. Формула? Формула всего. Нет такой. Ну, как нет? Вот же она. Это физика. Так. Вот. Параметрическое уравнение, в которое просто в кучу собрали вообще все физические явления, какие сейчас существуют. Ну, грубо говоря, вот это вот W – это состояние Вселенной, это параметрическое уравнение. Ну, это, грубо говоря, каждый вот это вот в скобочках, это, короче, квантовая физика. Я физфакт заканчивал, я, в принципе, чуть более-менее понимаю. То есть, да, тут электромагнитное взаимодействие, абозон Хиггса, я там уже не помню, гравитация, по-моему, вот это. Но это же формула фейковая. В смысле, теория всего. Ну, смотри. Очень большая сфера в науке, в которой бьются кучу учеб. Да. Да. Вот. Ну, нет, ну, она, как бы, ну, она отражает… Ну, то есть, смотри, у тебя есть, типа, вот этот наномир, который там, ну, как наномир, ну, вот этот… Микро… Микро… Да, вот этот, который там на уровне квантовой физики, вот это все, они как-то между собой взаимодействуют. Вот там есть уравнение, как они там между собой взаимодействуют. Они создают, ну, какие-то там тела, допустим, да? Точнее, там, частицы, молекулы, потом какие-то тела создают. Это все вот, в принципе, вот этим параметрическим уравнением описывается. То есть, если мы там каждый кварк куда, в какую сторону летим, создавим из него тензор, там, сколько он там, 11-мерный, вот это все сюда подставили, и у нас получилось бы нечто, что-то такое, да? Вот дальше они там взаимодействуют, там есть гравитация, да, как она, ну, описанная, да, еще там ньютоновская физика. Потом есть… Ну, в принципе, гравитация – это уже есть макромир. Да, ну, то есть они между собой же начинают гравитации, потом есть у них между собой тоже взаимодействие какое-то на уровне электромагнитных сил, а сильное и слабое взаимодействие. Ну, это все ты можешь оставить, как бы, формулу в какую-то есть, то есть ты берешь, там, E равно mc квадрат, потом раскладываешь, что такое энергия, раскладываешь, что такое масса, и потихонечку-потихонечку собирая, и это у тебя появляется… Задача тысячелетия. Да, да. Почему, почему? Но эта формула, я же ее не сам, как бы, придумал, да, это, собственно, Хокинг. Ага. Вот эта Хокинг – это формула Хокинга. Почему именно формула? Почему формула, отражающаяся все? Ну, у меня был сложный период жизни, когда у меня все рушилось, я хотел, чтобы у меня было хоть что-то, что, как бы, ну, у меня точно отобрать нельзя. Я себе набил вот эту татуху в начале. Ну, просто как-то получилось так, пришел, нельзя ли ее набили. Вот. А еще у меня есть еще одна. Так, татуировки Михаила Климарева. Ого, прям цветная. Это… Вон там будет видно, да. Это… Это изображение всего. Это фрактал? Это фрактал, да, это фрактал. Ты выбил татуху фрактала? Более того, я его сам еще, это как… Офигеть. Нарисовал. Ну, у меня есть формула, которая описывает этот фрактал. Офигеть. Вот, это изображение всего. Вот такие татухи технорявно добить, слушай, сразу видно. Ну, как-то, слушай, это было больно, дичайшим больно. Оно и здоровенное, конечно. Да, это двое суток непрерывно били. Первый еще, типа, терпел, а потом второй, это же рано. Вот, и то есть он поранее мне снова начал, это было ужасно. Ну, наверное, оно того стоило. Ну, опыт какой-то, да. И, короче, я просто хотел то, что мне отобрать нельзя, что-то такое. Каюсь, был слаб, вот себе, типа, набил такую татуху. Хотя, сейчас все спрашивают, девушками можно знакомиться. Хорошо, у меня на этом все. Михаил Климарев. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.